Как создавать действительно крутые продукты? Умения, навыки и требования на рынке программистов в 2018. Советы от 19-летней разработчицы. Погнали! Я на самом деле думал, вот всё ли я перечислил. Сумбурная очень, вторая громкая тема. Она как бы громкая, но длинная такая получилась. Поэтому что-то вроде сказал, всё ещё услышите, поймёте. Надо представиться сначала. Меня зовут Александр Гончаров. Меня Никита Тарасов. С вами проект UwebDesign. Подкаст называется «Суровый веб». Сегодня выпуск 155 и на часах уже 14 февраля. Между прочим, полночь по Челябинску. Да, одна минута первого уже пошла. Уже, да. Можно же, в принципе, заканчивать запись подкаста и идти поздравлять любимых. Потому что уже 14 февраля, День Святого Валентина. Мими-ми-ми-ня-ня-ня. Ну, у нас сегодня, собственно, знаешь, много любви будет в подкасте. Вот, например, советы о 19-летней разработчице. Я уже считаю, что это достаточно для Дня Святого Валентина тема. Что ещё? Про Илона Маска, естественно. Он, да. Он Валентинку на Марс отправил сегодня ещё. Ещё на одной ракете вместо Теслы. Уже просто карточка квадратная такая летит в космосе. И всё. Короче говоря, давайте. У нас... Я отвечу своей же фразой с прошлой недели. Ты, Никита, как хочешь, а у меня сегодня блиц. Ну, давай посмотрим. Классические фразы. Я уже шутил на стриме перед смертью. Подержи моё пиво и смотри, как я могу. Ты не знаешь, как хочешь, а у меня сегодня блиц. Первую тему нам предложил тот самый. Ещё к 153 выпуску. Представляешь, это два выпуска назад. И тема всё ещё выдержанность свою приобретала, как хорошие виски. Вот ещё очень крутая тема про проектирование крутых продуктов. Это, между прочим, та тема, которую я в прошлый раз включил в верстку, но забыл прочитать. И я забожился перед всеми, перед нашей многомиллиардной армией подписчиков. Возможно, триллионы уже людей нас слушают. Вот эти все триллионы, они меня пожурили, возможно, в тот момент сказали, ай-яй-яй, Саня. И я исправился... Нет, они на китайском, скорее всего, сказали, если там триллионы. Да, да. Я даже не знаю, как китайцы говорят. Иди, так, и... В смысле, как они говорят? Чёрный свитер отправить вот так вот. Вот они говорят. Да, там как... Блин, я не могу, надо... Там же с матами ещё всякие шутейки. Да, да, да. Ну ладно. Короче говоря, тема на блоге The Startup. Это подблог медиума. Здесь некий Джефф Дэвидсон нам её презентует. Он Product Design Contractor, скобках UX, UI. И он, на самом деле, интересную тему затронул. То есть, ну, во-первых, спасибо тому самому за то, что он нам её предложил, она действительно прям вот стоит того, чтобы быть первой темой. Заголовок звучит так. Как задизайнить притягательный продукт, который вызывает, так сказать, привыкание? То есть, привыкательный продукт. Я, говорит, раньше решал проблемы, а теперь я пытаюсь их создать. Такой вот подзаголовок прям вот не в бровь и в глаз. Мне нравится, да. Такое ощущение, что он сейчас будет провоцировать нас всех. И, собственно, так примерно и есть. Здесь картиночка. Easy, normal, hard, impossible. Выброс сложности. Здесь, ну, я не буду всё это, простите, перечитывать. В общем, суть в том, что он нам говорит о том, что вот испокон веков люди вообще думали, что самые... Важная цель дизайна – это создать что-то очень функциональное, интуитивное, удобное и желанное. То есть, в большинстве случаев мы должны сделать человека счастливым после того, как он попользовался нашим продуктом, товаром каким-то или чем-то ещё. И мы вот, мы как UX-дизайнеры, говорит, вот ещё UX-дизайнеры прошлых лет, а именно примерно лет сто назад всё стояло на таких столпах, что есть вот какие-то базовые нужды, типа там еда, вода, секс, и нужно вот вокруг них строить наши системы, тогда они будут максимально притягательными, наши продукты, наши товары, и их ожидать будет коммерческий успех. Ну, и не только коммерческий, просто они будут успешны. На самом деле, вот он посчитал, что сто лет назад примерно изобрели такую штуку, которая называется внутренняя мотивация или система поисков, которая говорит, что не всё так просто в этой жизни, и очень многие вещи нам надоедают, если они просто все такие приторные, классные, здоровские, то они нам просто надоедают, и мы идём к чему-то другому, так сказать, ищем сами для себя сложности. И он пытается это вот, ну, оправдать на полном серьёзе, причём, ну, здесь без каких-либо, так скажем, медицинских вещей, не то, что там пятнадцатое подполье отвечает за вот эту внутреннюю мотивацию и так далее, просто он говорил о том, что вот были учёные Роберт Халл и Кеннет Спенсер, которые об этом подумали, про вот эти низменные потребности, это всё пересекалось с Фрейдом и с Маслоу, там, с их пирамидами и прочими вещами, вот, и потом свершилось открытие, открытие сделал американский учёный Гарри Харлоу, или Харлов, я не знаю, такой он и американский раз Харлов, он вообще исследовал обезьян, смотрел на то, как они решают какие-то проблемы, и он сначала, ну, как бы просто кормил обезьян после того, как они решают задачки какие-то, они поначалу это их стимулировало, а потом у них пропадал интерес, они понимали, что всегда их покормят, и, ну, нет смысла просто брать, решать эти задачки и так далее. В тот момент он говорит, что когда мы их меньше кормили, они, обезьяны, ну, не стали просто сидеть на месте, они на самом деле играли с другими вещами, то есть, там, не с лабиринтами какими-то условными, а просто какие-то металлические штуки в руках крутили, именно металлические. Вы-то подумали, что они свои штуки в руках крутили, но нет. Вот. И они, даже когда не было никакой награды в виде еды, они играли вот металлическими игрушками просто по прикольчику, типа. Ну, вот автор этот, Гарри Харлов, он посчитал, что они что-то изучали просто ради того, чтобы изучать. Потому что, когда мы что-то вот такое изучаем, у нас всегда есть, так сказать, потенциальная возможность, что наше открытие нас очень сильно приподнимет, так скажем, над повседневностью и даст, как это Ваня-то говорил, комьюнити профит или типа того. В общем. Рич. Рич, да. Вот, в общем, суть в том, что если вдруг долго мучиться и изобрести супердвигатель, то можно очень резко, так сказать, двинуть цивилизацию вперед. Ну и, во-первых, ты получишь все те же самые низменные, так сказать, потребности. Но еще и вот ты, так скажем, всю популяцию куда-то продвинешь, и оно тебя будет греть. Душу тебе. Поэтому он посчитал. Я вот, я честно скажу, я не на 100% согласен со всеми этими вот вещами, но я просто пересказываю точку зрения, которая была в статье озвучена, и потом Никиту спрошу и вас тоже в комментариях попрошу на эту тему поговорить, потому что, а это действительно спорно. То есть вот на самом деле он предпочитает думать, что даже обезьяны, они на самом деле хотят вот что-то познавать, хотят каким-то образом вникать в какие-то вопросы просто ради этих вопросов, ради того, чтобы был всегда какой-то хотя бы призрачный шанс на гипервознаграждение. То есть, ну, так или иначе, в любом случае, это вопрос того, что у тебя будет, ну, не какая-то стопудовая награда здесь и сейчас, а вот какая-то вот невероятная, неизведанная, но когда-то вот дальше, и вот эта неизведанность, она привлекает. То есть это и называется внутренней мотивацией, там, после этого уже Эдвард Диши, Диси, не знаю, как это правильно читается. Я думал, Эдвард Диши и Ричард Райан, они посвятили своей жизни вообще, чтобы это изучить, и 2000 страниц написали монографию, которая вот как раз и называется, ну, здесь термины. В общем, суть в том, что о том, как самоорганизация ведет к внутренней мотивации, социальному развитию и вообще всеобщему, так сказать, счастью. Он-то к чему говорит нам, это автор, к тому, что мы, когда создаем какие-то игры, какие-то продукты, мы должны в них вкладывать какой-то элемент вот этого поиска, элемент вот этого исследования, потому что на самом деле это в каждом человеке заложено. Он говорит о том, что вот это можно заменить реально эти все вещи упражнениями какими-то, путешествиями, чтением, телевизором, ну и опять же играми, потому что на самом деле кто-то, ну, реально взбирается на гору Эвереста, кто-то сидит, смотрит тупорылую передачу о том, как другие забираются на гору Эверест, но по факту мы же познаем в этот момент что-то и мы удовлетворяем вот эту потребность, потому что, ну, знаешь, вот я, конечно, мне стыдно признавать, да, я сейчас вот, ну, телевизор-то почти не смотрю, признавать мне не это стыдно, но когда смотрел, бывало такое, что я смотрел вот эти вот передачи R&TV Style, когда там говорили о том, что может быть, где-то будут там пришельцы, там, где-то там в Сибири, там, Тунгусский метеорит, может быть, это не метеорит, там, и так далее, вот это все, и там по факту тасуются там два известных факта, которые, причем, на самом деле, если вот их сухо в двух строках написать, ничего в них такого суперзавораживающего нет, но они все равно мусолятся о том, что вот, может быть, там, может быть, там куча рендера, или даже я это вообще смотрел, когда еще маленький был, там еще и рендера-то компьютерного особо не было, это просто вот, ну, все держалось на том, как авторы передачи это все вот словами описали красиво и здорово. Да, оно действительно было интересно, поэтому вот мы собственную ценность создаем изнутри, когда вот это смотрим, потому что мы еще потом это обдумываем, а может быть, да, там, т-т-т-т-т-т. Это вот все здесь он курсивом выделяет seeking, то есть поиск, все это и есть наш внутренний поиск, который вот у нас заложен. Ну, и он говорит о том, что мы должны задизайнить такую систему и, ну, например, вот если это речь про азартные игры, то награда, она почти всегда неизвестная, то есть если что-то будет стопудовое, то сразу это становится скучно, то есть, ну, те люди, которые играют в покер уже, так сказать, профессионально, у кого это там уже не азартная игра, а просто мат-статистика, да, они высчитывают, сколько им надо как, что-то, и они могут примерно даже свой доход рассчитать просто в зависимости от того, сколько часов они будут посвящать там этому делу, то это уже вот не так интересно, потому что, ну, это поддается каким-то алгоритмом, но вот задача людей, которые такие системы проектируют, это написать такой алгоритм, который будет метафору сохранять до самого последнего и говорить нам о том, что, скорее всего, вот будет какая-то неизведанная награда, и именно ради этой награды человек будет пытаться вновь и вновь и вновь, а вдруг вот сейчас выпадет, а вдруг сейчас, а вдруг сейчас, это и есть вот этот внутренний поиск, азарт, то есть, ну, точно так же там в компьютерных играх, там, система достижений, система вот этих лутбоксов, про которые мы говорили неделю назад, да и просто, ну, как бы про них много кто говорит в разных контекстах, она всегда строится не просто на том, что у тебя каждый раз есть награда, а на том, что каждый раз есть несколько степеней редкости, и ты каждый раз все, блин, 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 какой будет сегодня синенькая, фиолетовенькая, или вообще там какой-нибудь космос, который там никто не видел, ни у кого нет и так далее, вот именно эти вещи, они и являются примером вот такой задизайненной суперсистемы, о которой автор нам говорит. Ну, кроме шуток, он говорит дальше про социальные аспекты, то есть, он же говорил о том, что не только поиск, есть еще и тот факт, что мы социализируемся при этом, и он говорит о том, что вот соцсети, они на самом деле построены на том, что всегда есть элемент, опять же, элемент случайности того, сколько у тебя будет лайков, как люди отреагируют, что они напишут и так далее, и даже вот, говорит, посмотрите, те социальные сети, которые сделаны сейчас, в них почти везде отсутствует, например, дизлайк, то есть, он там плагинами какими-то допиливается и так далее, ну, то есть, на фейсбуке в лайках есть вот эта эмоция злость там или грусть, но по факту это все равно реакция, и она не наделяется супернегативным контекстом, потому что, если только вы задизайните соцсеть, в которой будет удобно засирать и говнить, то ей точно перестанут люди пользоваться, потому что у них не будет сомнений о том, какой же будет фидбэк, всегда будет возможность того, что их очень сильно засрут, и тогда нет смысла ничего писать, все это очень быстро загнется, то есть, парадокс в том, что... Не, ну, подожди, подожди, а если там есть и плюсы, и минусы, вот, например, как, типа, положительная репутация, там, отрицательная, upvote, downvote, как на Reddit, например? Ну, upvote, downvote, я так понимаю, там, когда минус 10 или минус 15, уже комментарий не показывается, то есть, его можно открыть по ссылке, но по факту там уже строчка, этот комментарий был скрыт, потому что он, предположительно, говно. То есть, ну да, я согласен, но, опять же, Facebook'ом, типа, больше, чем Reddit'ом пользуется, хотя, ну, может быть, это и спорный вопрос. Ну, я верю, нет, я верю, на самом деле, потому что, ну, Facebook, это все-таки здоровая хреновина, как бы. Да, и Reddit, ну, это, видимо, вот, ну, community-based, узкая штука, то есть, в нее, поэтому, нету входа всяким домохозяйкам и прочим людям, потому что они от токсичности сразу сгорят, просто выйдут и пойдут действительно в Facebook, потому что там по алгоритмам их посты про готовку будут подсовываться только таким же кухаркам, которые с удовольствием поставят лайк, там напишут, что да-да-да, я вот еще здесь перчика добавляю на пятой строчке рецепта. И как бы да, то есть, вот, по его мнению, как раз, как все социальные сети были задизайнены по этому принципу, что ты всегда ожидаешь случайного какого-то подтверждения, ты всегда, опять же, в поиске находишься, но уже, если это завязывает на социальной сфере, то в поиске, ну, не просто, вот, может быть, какие-то там есть явления природы или что-то, а может быть, люди отреагируют так, может быть, люди отреагируют по-другому, это их побуждает этой системой пользоваться, ну, и по факту, наша-то цель максимальное количество людей, так сказать, привлечь и заставить их чем-то пользоваться. То есть, вот, наша задача, как и экс-дизайнеров, создать вот эти вот возможности для поиска, и тогда супер-успех вообще обеспечен. Здесь он небольшую диаграмму нарисовал о том, что вот есть постоянный поток какой-то информации, то есть, ну, условный фид, и все в случайном образом могут на это отреагировать, либо как-то что-то обводнуть, либо дописать, либо скрыть, либо там что-то еще, и каждый раз то, что ты вот этот фид листаешь, особенно, вот он предпочитает здесь думать, что те алгоритмы, которые вот как раз сейчас везде появляются, которые именно вам может быть интересно и так далее, для обычных людей, для всех считаются более крутыми, потому что реально ты листаешь, и, блин, а вдруг что-нибудь попадется от какого-нибудь знакомого-знакомого, которого я там тоже знал, и про него тоже тебе сразу будет интересно, ты начнешь искать, рыть, прорывать, и как бы вот зависнешь там еще на один час-другой, в отличие от скучной старой ленты, когда у тебя вот ты на кого подписан, ты в этом мирке зациклен, так сказать, и тебе никого уже не предлагают, ты, условно говоря, каждый день будешь заходить, по 15 минут проводить, потому что в среднем там за год твои, ну, твои подписчики нафлудивают на 15 минут в день твоего внимания там условно и так далее, и это величина остается постоянной, и у тебя engagement падает, пользование системы, а если это вот каждый раз вам может понравиться, а вот посмотрите еще, скорее всего, вы могли бы знать, то у тебя это каждый раз по нарастающей идет, потому что ты, ну, набираешь количество подписчиков, друзей, у тебя поток информации, которая тебе представляется на основе твоих друзей, получается, эскалируется практически по экспоненте, потому что чем больше у тебя друзей, тем больше у тебя друзей друзей уже в, ну, в квадрате там или в кубе, в зависимости от того, насколько социальных людей ты добавил, и поиск вот этот, и вообще, короче, вау, супер про, лимитед. Такие дела. Я просто, знаешь, что хочу сказать, как бы, не знаю, насколько это относится к теме, опять же, но вообще к своему стыду, к своему стыду, из-за того, что у меня тоже везде во всех новостных моих лентах, которых есть, у меня абсолютно какие-то, не то чтобы не про жизнь новости, а хрен знает про что, из-за этого, короче, и нет телевизора дома, я прихожу, короче, к родителям вот на этих выходных, и понимаю, что я вообще не в теме, что, оказывается, идет зимняя олимпиада, как бы. Я такой, что, реально идет, что ли? То есть я вообще настолько, короче, выпал вот из этого абсолютно настолько же, я не знаю, что она идет, оказывается, она идет еще в Корее, я вообще не в теме, короче, максимально. Нет, я был в теме, что в Корее, я помню, что она должна вот-вот начаться, но там же, видишь, проблема с тем, что у нас почти всех не допустили. Нет, там по каким-то видам спорта не допустили, но они же выступают под белыми флагами или под олимпийскими какими-то флагами, но, видишь, я тебе просто к тому, что у нас из-за этого, в принципе, это не очень муссируется. То есть когда была сочинская олимпиада, даже билборды в городах были, ну, понятно, она была просто у нас, это стопудово, там уже все знали бы, но вот про эту зимнюю, ну, камон, это просто вот, ну, вообще, чтобы тебя поддержать, я скажу, что я тоже этот момент упустил. То есть когда я раньше жил с родителями, но они как-то реально смотрели телевизор, я и церемонию открытия смотрел, и как-то, ну, я реально за этим более или менее следил, особенно когда там в какие-то жуткие 90-е годы, в середине, в конце, у нас на телевизоре был телетекст, я по телетексту именно на первом канале, я смотрел, сколько он с медалей учил, знал, я прям вот очень сильно за этим следил. Я не знал, у меня батя, он прям биатлон смотрит каждую секунду и там вообще до свидос. Ну вот да, поэтому выпадаем, выпадаем из жизни, надо по ходу дела все-таки начинать фоловить тех людей, которые вы могли бы знать, и сразу хоп и привалится весь контекст политический там, культурный и так далее. Будем знать хоть что в кино выходит и так далее. Кто яйца прибил. Ты про Олимпиаду максимально не знал, я хотя бы что-то знал, а я про кино максимально не знаю. Я вот хожу на два фильма в год, на один, который там от тех режиссеров, которые мне реально интересны, потому что я там на их фанатов или на них в Твиттере подписан, я увижу, что там что-нибудь там. А репостит, что у нас премьера. Вот да, а весь остальной контекст, он абсолютно мимо меня идет и как бы и похрен. Поэтому тут, видимо, каждый сам для себя информационный шум отсеивает. И когда мы говорим, что ой, да мы там телек не смотрим, короче говоря, ну да, мы смотрим интернет, у нас все равно, ну у нас другой зомбоящик, у нас зомбофон, зомбо-девайс. Ой, слушай, я сегодня опять же, сегодня видел, короче, чувака. Чувак написал, короче, типа, вот, говорит, вы бы длили типа на телек, а в интернете то же самое, и кидает скрин. А, вы, короче, типа говорили, что телек это по телеку все одно и то же идет, типа. И кидает, короче, скрин с Твича, где несколько популярных стримеров, причем из разных стран, с разными языками стримят одну и ту же игру, короче. Ну да. Просто типа все в одно и то же играют, то же самое телек, короче. Ну, вообще, если так философски опять же посмотреть, наверное, так и есть. Вот так мы в Блиц зашли с 20 минут. Ну, классический Блиц. Да, надо отряхнуться сейчас немного, утереть нос самому себе и друг к другу и вернуться к насущным нашим темам. Давай, давай. Первая насущная наша тема, если мы вынырнем из вот этого потока проектирования крутых продуктов, это проектирование, это скидывание бабло на крутой продукт на Патреоне, patreon.com.ua. и веб-дизайн. Можете спокойно зайти на него. Ссылки есть в описании, все, которые мы вообще здесь называем. Саня трудится, каждый раз оставляет, там, пишет описание. Просто для каждого дурачка уже максимально. Просто пережевывает там в описании все ссылки. Поэтому заходите, не стесняйтесь. Patreon.com slash eweb-дизайн. Заходите. Я сразу дисклеймер еще скажу о том, что у нас поступают жалобы о том, что мы вот, дескать, агитируем за Patreon, а косвенно не соблюдаем какие-то наши обязательства по поводу того, что у нас там подкаст выходит обязательно каждую неделю и так далее. Хочется, знаешь, как на радио сказать, что не является публичной офердой, потому что там 16+. Вот у нас не является публичной офердой, то же здесь написано. Вы поддерживаете наш проект на свой страх и риск. То есть на полном серьезе. Ну да, но я скажу, что на самом деле это ты сейчас так страшно сказал, а на самом деле страшного ничего не произойдет. Максимально, что страшное произойдет, мы одну неделю, может быть, пропустим в месяц. То есть записывание подкаста – это максимум. И то мы, скорее всего, не пропустим. У нас в основном регулярно еженедельный подкаст. То есть если мы пропускаем, ну это вообще, ну бывает такое, но как бы это редкость. Это первое. А второе, по поводу, там были еще претензии по поводу того, что мы, допустим, выкладываем подкаст на Патреоне, а через несколько часов уже на Ютубе. Ну там уже несколько часов. Там на самом деле просто суть в том, что не через 24 часа, а, например, через 17. И это, дескать, вот не очень. Тоже. Я думаю, что мы исправимся. У нас разные ситуации бывают. То есть это как бы нерегулярно. У нас нарушения нерегулярные, скажем так. Мы не организованная преступная группировка. Мы всего лишь люди, поэтому у нас так получается. Иногда получается не записать, иногда получается записать. То есть вот так. Иногда получается так, что это монтируется только на следующий день. И если реально соблюдать суточные, так сказать, ритмы, то тогда подкаст для Патронов будет выходить в четверг, а для всех вообще в пятницу. В пятницу никто не будет смотреть, слушать. Будет тупняк. Если его выкладывать... Допустим, я его выложил там в среду крайне поздно вечером, в 11 вечера по Челябинску, как я выложил неделю назад. Если я буду выкладывать для всех тоже в 11 вечера по Челябинску, это уже слишком поздно для нашего основного часового пояса, там, Москвы. Уже люди уже поужинали, уже нихрена. И они тоже уже не успеют посмотреть это перед сном. И тоже будет просадка по просмотрам. И о вашем любимом проекте и нашем любимом проекте узнают просто меньшее количество людей. Они меньше посмотрят, послушают. И, ну, камон, вам зачем такое? Вы еще хотите быть Патреоном суперуспешного проекта, а не какого-то там говна. Да, я всегда болею за то, чтобы быстрее выложить подкаст, потому что, понимаешь, мы с тобой во вторник, условно, вот если уже говорить предметно, мы во вторник ночью записываем, со вторника на среду, в слюнях, в соплях, просто встаем из-за стола. Просто уже в говне, в дерьме, реально. Обоссались, обосрались. Круче, чем когда на презентации Путин сидит, не выходит, отвечает на вопросы. Вот мы еще круче сидим. А Медведев спит? Да, да. Короче, вот так вот. И, значит, всегда хочется, чтобы в среду... А зачем мы тогда, знаешь, зачем мы тогда записывали в слюнях, в соплях, если в среду мы его, условно, не выложили в четверг? То есть зачем мы спешили, да? Мы могли тогда вообще, не знаю, растянуть. То есть да, мы всегда стараемся быстрее все делать, просто, ну, так получается. Причем, что касается, вот, опять же, монтажа, то мы прислушались к вашим пожеланиям, и Никитин звук теперь пишется на Никитиной стороне, потом он мне присылает звуковую дорожку. Ну, я вижу, я так понимаю, что уже больше вообще никто ни слова не говорит про звук. То есть всем, в принципе, нормально. Ну, так нет, ну, кроме шуток, оборудование – это нормально. Это просто был вопрос сведения, вопрос вот этого всего. И вот монтаж, если в лучшие, так сказать, наши годы, когда подкаст длился час, монтаж занимал минут пять, потому что мы практически ничего не вырезали, там, даже ляпов никаких не было. Ну, за час, когда мы это еще писали, в четыре часа дня, да, то есть с четырех, там, до пяти мы это писали условно, там и ляпов-то никаких быть не могло, потому что мы ни в соплях, ни в слюнях были. А теперь есть ляпы, есть перерыв, нужно дождаться, пока дорожка прилетит, и так далее, поставить, ну, короче говоря, в три часа ночи еще час сидеть, монтировать – это крайне сложно. Конечно, потому что потом вставать в семь. Да, и самое смешное, что бывало такое, когда я ставлю, допустим, в четыре часа ночи полчетвертого на то, чтобы смонтировалось, сконвертировалось, а мне на следующий день, допустим, к десяти на работу, и часов в девять мне уже реально выходить, а еще не сконвертировалось. И мне приходилось ставить это или как-то на паузу, там, или выключать, и потом на работе заново конвертировать, что я же не поеду с открытым ноутбуком на работу, чтобы не закрывать, пока там конвертируется и так далее. Короче говоря, это была минуточка оправданий. Минута славы, я бы сказал. Ладно, про Patreon поговорили, короче. Кроме этого, кроме этого... Спасибо всем нашим патронам, которые уже сейчас есть. Самое главное – да. Самое главное – да, конечно. Кроме этого, у нас есть сайт iobdesign.ru. На нем можете зарегистрироваться справа в сайдбаре. Кнопка, я думаю, вы найдете. Можете предлагать свои темы обязательно. Для этого и зарегистрируйтесь, чтобы каждый раз регулярно, раз в неделю, самую классную, интересную тему, например, про Илона Маска, хопа, закинуть нам в тему к следующему подкасту и будет круто, мы ее, возможно, рассмотрим. У нас еще есть на iobdesign.ru slash donate классическая система доната, обыкновенная такая, закидываете. К сожалению, никакое... На экране у вас не появится никакое сообщение. Там, фронтендер закидал 100 рублей и оставил сообщение. Circumflex.to.slash. Вот такое говно. Не будет, гугл-мужик не будет говорить, к сожалению. Но это классическая система доната. iobdesign.ru slash donate. Вот. Что я еще могу сказать? У нас есть реклама. На worksobaka.ru пишите на нашу почту. Допустим, если хотите прорекламироваться в нашем подкасте. И, собственно, получаете рекламу вообще абсолютно любой длины, любой ширины, любой высоты. То есть, как коровка такая. Реклама у нас worksobaka.ru Можно даже большую, длинную, необрезанную рекламу получить. Как South Park. Как South Park. Ваш проект, который вы прорекламируете, взлетит ввысь. Абсолютно. Всегда взлетал у всех. И у вас тем более взлетит. worksobaka.ru Есть также канал в Телеграме. Есть и группа в Телеграме. Это все можете найти на uwebdesign.ru slash about. И стикеры. Стикеры у нас есть во Вконтакте. Можете их там заказать. vk.com slash uwebdesign. Заказывайте. И у нас же заказывают, кстати. Я сегодня видел скриншоты. Что заказывают люди. Ну, это ты видел скриншоты. А по факту их и без... Ну, как бы... И без скриншотов? Я просто особо знаковый, так сказать, случай тебе скриню. А те, которые... Обычное, будничное, вот это вот все. Оно заказывается, заказывается. И на самом деле даже неплохо. И патронам мы нашим стикеры тоже высылаем, которые больше пяти долларов занесли. Поэтому все без обмана. Все работает. Кроме того, что подкаст еженедельный, конечно. Тут обман прям. Я, кстати, хочу привлечь людей, которые... Патроны за сколько баксов, которые могут в чате телеграмм написать? За 20. Причем у нас есть такой один. Да, он почему-то не отозвался. Да, он проигнорировал мое сообщение ему в личку на Патреоне. Он, видимо, настолько много зарабатывает денег, что ему похрену, в принципе. Ну и что там? Ну пригласили. Да насрать. Так, 20 баксов закинуло, похрен. Ладно, окей, короче. Побольше бы таких святых людей. Согласен. А мы будем дальше двигаться. Дизайн. У нас сегодня одна в дизайне. Так как у нас сегодня Блиц, то одна в дизайне. Саня из Челябы прокомментировал. Я неправильно, Саня, зачем ты так подписался, если ты мог просто написать веб-сайт. Ну, слушай. Долго-нибудь какая-то интрижка. Ну да. Саня из Челябы прокомментировал. Ребятишки, давайте запустим постоянную рубрику сайт недели. В прошлый раз был сайт Бэра Гриллса. Это уже позже, поза, в прошлый раз получится. Где будем обсуждать по части дизайна, юзабилити, UX, используемых технологий, нововведений и открытие строения какой-нибудь годный проект, который вас удивил и порадовал на этой неделе. А не вот эти вот снэпшоты из дряблого, где дизайнеры и дизайны никакой пользы. И поднимем тему. Почему у нас делаются в основном всякие говнолендинги и очень редко встречается что-то действительно впечатляющее. Студенты демпингуют цены. Может быть начать учить заказчиков хотеть годноту за дохрена бабла и тем самым поднимать рынок. Для примера закину johnvick.movie. Смотрится стильно и гармонично. Саня из Челябы прокомментировал. Спасибо за комментарий. Что, перейдешь на johnvick.movie? Готов? Соизволю, да. Аккуратно, аккуратно. Там звук есть на странице. А убрать можно, интересно? С правым нижним углом можно его выключить. Короче, там такая колоночка. Ну это я видел, я так-то тоже зафигел смотрю. Вот я его выключу, нахрен. Все, нахрен. Я чуть ничего не слышу, возможно в сафарях не работаю. Возможно. Короче, здесь действительно лендинг. Можно его назвать, наверное, лендингом. На фильм johnvick 2, наверное. Хотя хрен его знает. На домене .movie, между прочим. На модном домене .movie. Знаешь, я сразу могу сказать. То есть, даже до того, как мы начнем про сайт говорить, в принципе, мне грустно, честно, смотреть на лендинги фильмов. Почему? Потому что, короче, на любой. Почему я объясню? Короче, эти лендинги, они, вот знаешь, ты на них заходишь, допустим, ты посмотрел фильм не в кино, а допустим, ты его купил в iTunes через несколько месяцев. Возможно, купил на Торрентах через несколько месяцев. Не дай бог, но тем не менее, да. И ты, значит, ну, тебе очень понравился фильм какой-то, реально классный, ты просто его пропустил в кино, не ходил, прикольно. Все тебе понравилось, посмотрел. Все уже твои друзья давно посмотрели, полгода назад. И ты такой, блин, ну, ладно, ладно, классно, мне тоже понравилось. В принципе, зайду-ка я, и вот ты просто что-нибудь почитай. И вот есть лендуха, да, такая. И вот видно, что вот, ну, все уже. То есть про этот фильм уже никто больше не говорит, не знает, хайп прошел. То есть ты, я вот смотрю на эту лендуху, и здесь такой досвидос, реально. Здесь, короче, скроллинг, такой скроллинговый сайт, реально, чисто скроллинг. И каждый, как бы, экран скроллинга, это одно большое фуллсайз такое видео, огромное. На всю страницу, короче. Там еще возможность решать, на некоторых есть что-то. Да, 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 типа на бэкграунде. И вот, знаешь, такое, здесь так все круто сделано, но по факту про Джона Вика сейчас никто не вспоминает. Каждый день говорит, до этого все говорят, Джон Вик, там, Джон Вик, охрененно, все классно. А сейчас он нахрен никому не нужен. Эта лендуха, она, кажется, заброшенная какой-то. Заброшенная. Ну да, я тоже хотел именно слово заброшенное сказать, что. Да, то есть и так про любой фильм. Ты как бы зашел, тут что-то было, а потом как сочинская олимпиада, опять же. Все стоит, ничего там не используется, и да. Да, и здесь еще цитаты, там, классные, из фильма. И здесь все классно, прям реально, можно посмотреть со звуком, трейлер, хренейлер, расшарить. Кому-то еще нужно расшаривать эту хреновину, я не знаю, кто это вообще будет расшаривать. Вот сейчас в трезвом умеет твердую память, зачем сейчас. Вот сейчас, да, сейчас, конечно, уже все. Не, ну тут даже какие-то интерактивные элементы есть. Можно не только скроллить, можно менюшки какие-то открывать. Да, можно менюшки. Следить за моим курсорчиком, то есть я вот двигаю им, и чуть-чуть параллаксится вся страница. Да, да. Адаптива, кстати, нету. Я сейчас посмотрел, к сожалению, он не очень адаптивится. То есть на iPad еще будет нормально, а вот уже с телефона уже как бы нет. Я сейчас попробую подменить юзер-агента. Ну так уж, мы же здесь все-таки, да, да. Он меня редиректит на iPhone theme, и он меня заставляет перевести в ландшафтный режим. Я не помню, такое вообще можно или нет, по-моему, нельзя сделать, к сожалению. Ну-ка, короче говоря, смотри. Давай просто это оценим как лендинг, который относится к фильму реально. Во-первых, давай я скажу, что мне нравится конкретно. Именно просто нравится. Вот если ты заедешь менюшку слева, на гамбургер меню нажмешь, и нажмешь на пункт social в конце. Мне очень нравится... Подождите. Сложно, да, пошло? Нет, ничего сложного. Я просто пытаюсь вдруг есть реально перевернуть iPhone, симулировать переворачивание, но нет. Но я нашел момент, который типа телефонный. Да, да, он даже менюшку раскрывает именно, ну, на полный экран так. Social жму, окей. Да, мне нравится очень здесь, во-первых, изображение на social. Просто прикольно, что типа это social, все на него стволы наставили, на Джона Вика, на главного героя. Если чуть дальше проскролить, мне нравится, что здесь есть дополнительные как бы материалы, и в том числе здесь есть, как я понимаю, во-первых, Джон Вик это комикс. И типа можно посмотреть... А хотя нет, это какие-то share this post on your Facebook. А, это какие-то посты просто, видимо, практически с тумблера. Это, видимо, просто посты по хэштегу Джона Вика, я не знаю. Ну, вот это прикольно, что здесь есть social в конце. Ну, самое, я имею в виду, прикольное. Так-то, в принципе, весь лендинг отвечает, я думаю, требованиям. Лендинг как такому фильму, как Джон Вик. Здесь все так прям эпично сделано. Блин, чувак всех убивает. Реально там все классно. Можно понять дух кино, то есть ты видишь, что это не какая-то там комедия семейная, да? Что это, короче, то есть полностью соответствует лендингу кино тому самому. Ну, да, да, просто я к чему? Ну, то есть оно же практически дополнительный материал с Blu-ray сюда перегнали. Ну, как бы, ну, не перегнали, конечно, здесь, наверное, нету там этих, так сказать, смешных моментов, блуперсов. К сожалению. Вот, да. Но, в общем-то, и в целом, мне напомнило это какие-то... Тем более, что здесь они еще рекламируют, что на 4K Ultra HD Blu-ray их можно купить где-то как-то. Поэтому, скажу честно, на Safari немножко подтормаживает, кулера крутятся, все как надо. Но после того, как подгрузится, уже, в принципе, довольно-таки плавно. То есть, ну, вот есть сайты, которые так никогда не работают плавно в Safari, вот этот работает. Я не знаю, я не хочу пробовать в других броузерах, чтобы не зашквариться. У меня на хроме, я могу сказать, что нормально, все, не особо что-то там тормозит. Понимаешь, на банке оно всегда ничего. Согласен, на банке все хорошо. Даже вот у меня на рабочем компьютере вроде вот говнобанка, никакой дискретной видеокарты. А я ни разу, нигде, ни на одном сайте не словил хоть сколько-нибудь какой-то неприятный экспириенс, подтормаживание. Ну, понятно, кулера там сильнее не крутятся, но это анекдот. Там таких сильных нагревов не будет. А по поводу вот даже подтормаживания, даже в эдже беспонтовом, в котором я сижу на работе, да, и то никаких проблем не возникает. Поэтому, короче говоря, смотрится стильно и гармонично. Процитирую Саню из Челябы, но сама актуальность лендингов про фильм, конечно, вызывает конкретные вопросы. Я просто не понимаю, насколько это окупается-то вообще, чем это окупается. Лендинг, типа, запускают за несколько минут заранее, ой, минут месяцев заранее. Не, ну, наверное, лендинг, типа, нужен всем в любом случае, типа, чтобы хотя бы было... То есть просто, типа, приштишь. Да, наверное, чтобы хотя бы что-то серьезный фильм. Ну, вот разве что. Ты вряд ли найдешь, там, лендинг, не знаю, условно, к фильму Горько. Хотя, кстати говоря, он-то еще более престижный Горько фильм. Я вот сейчас загуглю. Но там, скорее всего, будет кинопоиск, вряд ли будет лендуха. Вот, кстати, да, когда ты говорил о том, что сейчас никто... Ну, типа, вот ты посмотрел фильм, потом гуглишь, думаешь, что посмотреть. В основном вся движуха на IMDb, Rotten Tomatoes и кинопоиске будет происходить, а не на лендингах самих фильмов, потому что, ну, камон, аудитория-то вообще не та. Хочется, чтобы про фильм вдруг узнали просто другие, так сказать, киноманы. А если киноманы про этот фильм уже не знают, как они на его лендинг зайдут. Да, да, да. Согласен абсолютно. Короче, сколько мы ставим из десяти? Сколько Джонов Виков из десяти? Шесть, я не знаю. Сколько Киану визу? Ну да, семь, шесть с половиной. Он вроде, ну, норм, но зачем, не совсем понятно. Напишите в комментариях вообще, как вы считаете, для чего нужны лендинги по фильмам. Ну, я надеюсь, что у нас будут адекватно оценивать, потому что просто очень многие любят Джона Вика как фильм. То есть это, в принципе, он очень многим нравится, поэтому... Я просто, как водится, по тебе и Олимпиаде даже не знал, что такой фильм есть, поэтому... Да, причем это две части есть, две части, это такой мощный боевик, и все прям любят драйвовый, я бы сказал, боевик. Именно такое слово хочу использовать. Понятно, главное, чтобы не фирмовый, ты в фирмовом костюме должен ходить, на такой драйвовый боевик. Да. Светские новости. Это был дизайн, это был дизайн на сегодня. Кто-то говорил, что у нас дизайна много, сегодня дизайна чуть меньше. Я надеюсь, что вы не расстроитесь. Обязательно в следующий раз на Верстайм. А мы на Верстайм, если вы предложите интересные темы по дизайну, на iobesign.ru, не забывайте об этом. Короче, светские новости. Светские новости, и первая светская новость, самая громкая, которая случилась за последнюю неделю. Практически мы с тобой, знаешь, она случилась на стыке двух недель записывания нашего подкаста. То есть вот когда мы записали прошлый подкаст, именно в ту ночь... Так практически в тот час даже. Святую ночь, да, в тот час происходило действие. Происходило действие, что SpaceX запустили ракету Falcon Heavy с Теслой на борту. Собственно, сам Илон Маск радовался, несказанно просто. Он радовался бы даже, если бы просто она взлетела, потому что он написал, что... И охрен за это она взлетела, вообще не... Как, вообще как? То есть он думал, что она и не взлетит даже. Хотя, конечно, я уверен, что он надеялся на большее. Здесь статья на дежурнале есть. Просто такое в описательном порядке. Я им порядка... Опять же, порядок, порядок. Я несколько, короче, статей нашел помимо этой. Именно на дежурнале, даже только на одном дежурнале, несколько статей про SpaceX и про Илона Маска. Ну там, видишь, здесь по... Ну, на разных сайтах такое есть. Продолжение на Roam.ru такое же. И тут типа именно по цепочке можно идти, как развивались события. Есть продолжение, а есть прикольчики еще там. Типа, знаешь, как Илон Маск реагировал на то, что взлетела ракета. И там гифочка. И он там радуется, там охренадуется. И офигел вообще там, судя по лицу. Там есть еще что-то, еще что-то. Но мы это не будем рассматривать. Это все такое очень достаточно офисное обсуждение. Такое прямо у кулера. А мы просто в общем посмотрим. Хотя, казалось бы, это все, наверное, знают. Но здесь есть детали, которые реально, мне кажется, некоторые люди не слышали. Они как бы похайпили, но не слышали. Я тебе потом еще пару деталей скажу, которые я сам слышал, вам забыл сказать. Хотя они интересны. Поэтому я на всю нашу многомиллиардную, триллионную аудиторию расскажу. Давай ты сначала. Значит, 6 февраля. Запустили впервые в космос самый тяжелый ракетоноситель Falcon Heavy. Окей, окей. Tesla Roadster. Это именно машина, на которой, я так понимаю, ездил или не ездил. Хоть один метр-то проехал. Илон Маск. Такого... Это личный спорткар, как здесь написано. Личный спорткар. Он такого вишневого цвета. Чтобы вы понимали, если вы не видели вдруг реально картинки, вы просто как я не знали про Олимпиаду, так же не знали про это событие. Вот. Хотя, казалось бы, мы же это обсуждали месяцем ранее. Поэтому, скорее всего, все были в курсе. Мы не будем про это. Я максимально уже... Мой, как бы... Мое очко уже перешло в зрительный зал по этому поводу. Поэтому больше не хочу абсолютно про это говорить. Да, значит... Кому интересно, на прошлом стриме мы этот момент прям обсудили. Жарко. Да, жарко обсудили. Значит, сама тема в том, что реально на Falcon Heavy, вообще на таких ракетах, внутрь помещается какой-то груз важный. Например, там, я не знаю, условно какой-нибудь спутник, который выйдет из ракеты и будет ходить по Марсу. Но я не знаю, что-то такое крутое. Здесь просто тестово не стали рисковать из-за того, что это первый запуск. Не стали рисковать никакими, там, не знаю, людьми условными или еще кем-то, да? Поставили Tesla Roadster, ну и как дополнительный пиар, собственно, всей деятельности Маска. Сразу. И SpaceX, и Tesla. Все это его детище, по сути. Значит, как прошел полет? В 23.45 по московскому времени. 6-го, получается, числа. Запустили с космодрома имени Кеннеди. Это у них самый, видимо, крутой космодром в Америке. Стартовая площадка LC-39A, с которой отправляли Аполлон-11 с Нилом Армстернегом на Луну. То есть это знаковый космодром. Внутри ракеты, как я искал, был автомобиль. Машина заменяет настоящий груз, которым при первом запуске решено не рисковать. То есть, видимо, какой-то груз более крутой. Да самого Илона Маска надо посадить, чтобы рискануть максимально. Вот. Значит, кроме этого, кроме этого, есть другие важные прикольчики, приколюшечки, которые, как бы, так скажем, притягивают. Зевак. Это в капсулу с Теслой, то есть с автомобилем. Положили книгу автостопом по галактике. Плакат с надписью «Не паникуй, don't panic». Не на русском, не подумайте. На английском. Don't panic. Не паникуй там не было по-русски написано. Между прочим, здесь видно, кстати, на картиночках, если ты листаешь. Ты листаешь, да? Я листаешь, я слюжу. Там видно, где написано «Don't panic», да. Ну, на протяжении всего полета будет играть песня Space Oddity, David Bowie, да. Дополнительно тратить аккумуляторы Falcon Heavy. На самом деле, я вот даже так и не удосужился. Послушайте этот трекан. К сожалению, тоже. Возможно, это самый популярный трекан у David Bowie, я точно не знаю. Ну, судя по тому, что называется Space Oddity, то есть космическая странность, все-таки не самая популярная. Ну, слушай, каково совпадение было бы, если бы у него... Просто очевидно, что прицепились к слову Space, именно прицепились. Вот. Поэтому, если это еще и его самый популярный трекан, то David Bowie просто жил. Он, кстати, уже почил. Я могу сказать... Нет, а может быть, знаешь как? Может быть, могли бы, допустим, взять трек «Fly me to the moon», например, у Фрэнка Синатора. Это же его, по-моему, его. Это тоже один из популярных треков Фрэнка Синатора, но и к тому же там есть, представляешь, «Fly me to the moon». Слушай, я могу тебе тогда... Давай, мы уже пошли. У «Театра трагедии» есть в 2000-м альбоме «Music track Space Age». Так. И там, ну, в отличие от всего остального творчества «Театра трагедии», там такой, как бы сказать-то, я забыл этот жанр. Эмбиент. Там «эмбиент трекан» с космическими звуками, максимально с вокодерами. И там как раз через вокодер называют просто имена «Русских космонавтов первых». Потому что вот, типа, что... Ну, я слышал, да. «Космический век» начался именно с русских, так сказать... Не хотел сказать открытий, с российских русских достижений в этой области. Он бы тоже подошел как нельзя, но что-то вот... Да. Он, мягко говоря, вообще не самый популярный у них трагедии. Я думаю, многие про него даже не знают. Если вообще хоть кто-то знает про эту группу. Да, да. Кроме этого, тут важно еще, может быть, кто-то это не слышал. Только из прямого эфира SpaceX стало известно, что в Tesla положили устройство ARK с копиями книг из цикла «Основание» американского писателя-фантаста Айзека Азимова. ARK — это, я так понимаю, какая-то суперспециальная такая хрень. Я не знаю, читалка, что ли. Я открываю сейчас по ссылке. Открою и просто пойми, пойми. Это серьезная хреновина какая-то, которая не каждому доступна. Нет, у них просто миссия о том, что нужно сохранить человеческие знания и так далее. Но это архивный девайс. А какая у него именно... Это хранилище, да, по сути, как флешка? Ну, что-то такое. Я пытаюсь найти физическую основу, физическую базу, из чего она сделана, так сказать. Тут столько распонтовочек написано. Technology. Technology, да, я тоже смотрю. 5D Laser. Optical Data Storage in Quartz написано. Ну, короче говоря, значит, оптический накопитель. Это реально винт, короче, положили, реально винчестер. Вот. И там записали всего-навсего копии книг из цикла основания американского писателя-фантастика Айзека Азима. Таким образом произведения сохранятся даже при самых суровых условиях. Мне интересно, отчисления сделали или нет? Или они с iBooks слили просто и все? Конечно, я думаю, просто епабы слили без палев, да и нормальная тема. Вот. Книги отправили, чтобы сохранить человеческие знания на случай межпланетных путешествий. Это метафора к самому циклу, где рассказывалось об ученом, который предвидел уничтожение человечества и хотел спасти накопленные знания. Я здесь просто хочу сказать... На картинке, видимо, вот это он как раз. Да, да. Хочу просто сказать, что Илон Маск, видимо, он еще и романтик в этом плане. В плане того, что... В плане космоса, что действительно кому-то это еще будет когда-то нужно. Кстати говоря, я видел тему, что НАСА признали объект... Ну, вот эту хреновину, которая летает вместе с Теслой космическим телом. То есть это теперь как бы отдельная штука такая. Ну, не знаю. Короче, я не знаю. Это какой-то просто полный хайп. Смотрим дальше, что есть еще. Здесь есть видео полета в прямом эфире с нескольких камер, прошут, так называемый. Вот. Самое, что главное. Что хотели потестить. На самом деле, насрать на... Вообще, на Родстер, на все это, на все это. Самое главное, что хотели потестить. Falcon Heavy. Нижняя вот эта первая ступень. Она из трех секций. Которые должны были обратно сесть. Это важно. Потому что они очень дорогие в производстве. Хотелось бы их использовать несколько раз. Не факт, что будут именно эти использовать. Может быть, это просто будет по традиции сохранено. Как первый запуск. Да, я помню, был какой-то момент про какую-то из других ракет. Ну, видимо, не Falcon Heavy, а какой-нибудь Falcon 9, который они запускали. Они первые решили что-то сохранить. По крайней мере, так объявлено было. Да, это важно. То есть им нужно было понять. Вообще, сядет эта хреновина, не сядет. Она села, действительно. Вся первая секция была посажена, поэтому все нормально. Считай, что сэкономили. Наверное, можно снова запускать, я не знаю. Вот. А сама штука, которая вместе с Roadster, она отделилась и полетела по такой траектории, я так понимаю, не на Марс. Потому что, ну, там была тема, что они типа на Марс хотят. Но, по-моему, она просто полетела и полетела. Подожди, вот та, которая нынешняя? Ну да, Roadster. Да, да. Во-первых, сказано, что задумывалось, что не на Марс, потому что это тестовало. Потом сказали, что не улетела на Марс именно из-за того, что третья ступень не сработала, и курс отклонился и так далее. Теперь же хрен разберешь, что у них там на самом деле планировалось, а что нет. По факту на Марс, короче, уже не попадет. Да, и теперь еще самое важное для самих SpaceX и для самого Маска и вообще, как зарабатывание денег конкретно. Здесь уже надо поговорить о деньгах. Это дополнительно, во-первых, полностью рекламная компания такого объекта, как автомобиля, только рекламная компания ракеты, ракета-носителя конкретно, потому что оглашаются цифры, сколько стоит запуск Falcon Heavy. Он стоит 90 миллионов баксов. И это в разы дешевле, чем то, что делает космическое агентство США конкретно. За миллиарды долларов, просто за полтора, за два с половиной миллиарда долларов запускает ракеты. Поэтому это конкретно просто в разы дешевле. И, возможно, все теперь будут обращаться, кто хочет полететь в космос. Конечно же. Это, я думаю, каждый слушатель у нас хочет. Будут обращаться всего за 90 миллионов. Смогут полететь на такой штуке, как Falcon Heavy. Я так понимаю, конкретно это запуск. Здесь на дежурную очень тупо написано, потому что это только запуск стоит 90 миллионов. Поджечь спичку, скажем так. Само создание ракеты, наверное, еще миллиарды. Я, честно, не знаю, не разбирался. Я так понимаю, не все включено. 90 миллионов – это только нажать на кнопку. Получить результат. Вот, да, я как раз хотел включиться именно на этом моменте. Я тут слышал, ну, главтему смотрел, там Юрий говорил, он читал конкретно бумаги. И это все по словам Маска. Тут вот именно выделено, что по словам. Официальной отчетности, та, которая есть, в ней, например, вообще не указаны ремонты. То есть это позиционируется как многоразовое дерьмо, но ты же не можешь просто вот этот обгоревший кусок, который приземлился, там, поцарапался, сразу эксплуатировать. Его нужно проверить, его нужно заново отремонтировать, только после этого пускать в ход. И вот эти расходы нигде не задокументированы. То есть это просто как бы вот, типа у нас дешевле, но он говорит, ну, любая человеческая практика показывает, что разовое дешевле всегда по сравнению с многоразовым. Ну, то есть если мы даже по посуде сравним, например, или там, я не знаю, по стульям, там, раскладная табуретка стоит точно дешевле, чем нормальный деревянный стул. Поэтому он предпочитает думать, что это все очень сильно надумано. То есть сам факт того, что именно процесс инноваций удешевляется, когда этим занимаются частные компании, он бесспорен. Потому что меньше бюрократии, потому что законы рынка начинают вступать. Если, условно говоря, объявлять тендер на космические разработки, 9 компаний будут стараться что-то разработать. Ну, во-первых, как бы если это будет не мир в вакууме, то столько мозгов, просто людей нет. Чтобы еще 9 частных компаний в одной только стране занималось вот этим на должном уровне. Но, допустим, это так, то вот тогда будет еще более дешево. Потому что, как бы, ну, люди будут стараться конкурентные преимущества какие-то показать. Другое дело, что это, может быть, не так надежно будет. Хотя и вот, ну, например, если говорить про российскую, так сказать, отрасль космическую, и у нас на Восточном все там падало и так далее. Поэтому тот факт, что это чем-то занимается государство, к сожалению, это абсолютно не гарантия качества. Потому что, ну, как бы, государство – это тоже люди, а не роботы. Поэтому охалатность, она как бы везде может быть. И, к сожалению, это не изжито и в госсекторе в том числе. Поэтому он предпочитает думать, я как бы, ну, я вместе с ним, что это все заниженные, так сказать, стоимости. Тем более, что, например, все запуски, они все равно идут через НАСА. То есть космодромы, они не SpaceX-овские. Там идет аренда этих космодромов, туда-сюда, персонала и так далее. Это тоже не включено в стоимость. И пока НАСА это лоббирует, ну, как бы, да, это вот так. А если с ними нужно будет уже договариваться, ну, реально задорого, то, может быть, тоже, опять же, это будет как бы дороже. А что касается Теслы, любопытный факт. Через день после того, как вот этот запуск произошел, опубликовали именно квартальную отчетность по Тесле. И сама компания Тесла жуткие убытки терпит. То есть как бы посчитали, что, ну, вот, опять же, вот Юрий сказал, что, по его мнению, это пиар-ход. То есть он абсолютно пытается спасти, так скажем, вот ту компанию, которая, ну, она реально, она терпит убытки, он практически из своего кармана за это все расплачивается. И вот тут он хоть подпиаривает чуть-чуть для того, чтобы скрыть, так сказать, тот факт, что вообще-то у самой компании успехи идут не так хорошо. Не, ну, то, что это пиар-ход, это так понятно. Он мог туда запустить, я не знаю, как говорится, любой дерьмо просто кинуть туда, но он запустил туда именно Теслу. Вот. Короче, я что хочу сказать. Ну, видишь, потому что это занятно. Я вот этого не знал, а они, когда вот это обсуждали именно с Леонтьем, они аж перебивали друг друга, что, типа, вот, там на следующий день реально выпустили там финансовую отчетность, там все плохо и так далее. То есть даже не в том смысле, что они хотели позлорадствовать, а в том смысле, что, ну, это все просто, ну, продуманный план, и то, что тут очень красиво все говорится, нужно это пропускать через тройной слой, так сказать, критики и здравого смысла. Да, да, я просто хочу сказать к тому, что мы в любом случае, я, по крайней мере, хочу сказать, что хорошо, что этот чувак, то есть я имею в виду Илон Маск, хорошо, что он пусть тратит бабки так. Например, он мог бы потратить все эти деньги на войну, условно говоря, но пусть он, это как бы шоу дополнительное, люди покупаются, смотрят, радуются, хлопают в ладоши, думают, что из-за этого они становятся счастливее, поэтому почему бы нет, почему бы нет. Нет, если бы он, например, вбухал те же самые бабки в захват какой-нибудь страны, то он, наверное, захватил бы какую-нибудь страну, скорее всего. Ну, и в наркоторговлю еще хуже, то есть он, как бы, может, ничего такого бы не захватил, но все равно сделал бы в общем человеческом смысле хуже. Поэтому чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, да, вот по поговорке. Да, ну окей, у нас еще одна тема, кстати, из светских новостей есть. Да, я помню. Давай ее возьмем. За всякое возьмем. Вышел HomePod от Apple. На самом деле, я даже думаю, это в заголовок тоже поместишь, чтобы хайпануть чуть-чуть подружку. Вот. В чем суть? Его презентовали еще чуть ли не год назад, в июне, в 2017 году, но не год, чуть больше полугод назад, на DubDubDC. Это умная колонка от Apple. Да, мне тоже кажется, что это было так давно уже, что мы вот давно здесь сидим. А мы действительно давно здесь сидим, просто официально ее хотели запустить-то еще в ноябре или в декабре, если мне память не изменяет. То есть она мне не изменяет, я просто не помню точно в ноябре или декабре. В общем, в конце 2017 года, но ее отложили еще из-за сложности производства на начало 2018 года. В общем, в чем суть? Это суперумная колонка с очень... они позиционируют себя как очень качественный звук. То есть фокус именно не от того, что это умный помощник, хотя и это в том числе, но еще и на том, что это просто крутая звуковая система для дома, которая прям вот вообще сделает вам классно. В чем суть? Сама она в высоту 7 дюймов. Ну что такое 7 дюймов? 7 дюймов это примерно 18 сантиметров. Ну такой привычный размер для нас, для всех. Она внутри входит 7 твиттеров. Это маленькие динамики, которые создают объем, причем каждый на собственном драйвере. То есть, ну, у каждого отдельное, так сказать... Мы не будем шутить просто, что там 7 твиттеров встроены и все? 7 социальных сетей твиттеров. Ну, я что-то как-то не подумал. Надо было уже раньше на эту тему шутить. Вот. Также там... Сейчас я скажу, сколько дюймовый сабвуфер. 4-дюймовый сабвуфер, который смотрит наверх. Короче, давай так, давай так. Просто будет ли это дерьмо подкачивать в квартире? Вот и в конце этой статьи на MacRumors, которую я открыл, там есть отзывы конкретных изданий, издательств, людей. Все пишут, что в натуре подкачивает. То есть, вот дом многокомнатный не качнет, а квартиру, студию и небольшую комнату в доме раскачает прям нормально. Ну, опять же... Вот я, да, я к тому, чтобы вызвать интерес сейчас людей, которые слушают вообще про эту тему, про рассказывать эту тему, это в принципе-то прикольно, охреновина. В чем суть? 7 твиттеров, они почему именно твиттеры используют? Маленькие. Вот, чтобы ты понимал, вот есть у тебя обычные трехполосные колонки с тремя динамиками. Большим, средним и маленьким. Вот маленький, вот этот, который он прям именно, ну, самые дорогие они бериловые, да, самые дешевые они бумажные. Вот именно вот эти маленькие, они используются для высоких частот, для высокого диапазона. Но кроме этого, суть в том, что они именно объем хорошо очень создают, потому что они могут вибрировать на самые мельчайшие изменения, так сказать. Ну, еще бумага, то есть, ну, действительно, это тебе не здоровый кевларовый динамик заставит двигаться, бумагу можно дыханием заставить двигаться. Поэтому они более чувствительные, и то, что их 7H, и здесь еще мозги, чип А8, как в шестом айфоне, он это все прокачивает и делает так, что они очень умно играют. И суть в том, что у тебя вот одна маленькая хреновинка, 7-дюймовая, 18 см стоит на столе, кстати, она бита в красивую такую сетчатую ткань, то есть она еще приятная и на ощупь, и на взгляд. Даже провод, внимание, провод питания, и то в тканевой оплетке, в такой же, как непосредственно сама колонка, то есть Apple, они вот конкретно визуальной составляющей, а UX, когда ты его трогаешь, пользуешься, они прям задумались очень сильно. Такая маленькая хреновина, она тебе реально делает так ощущение, что ты там в джунглях или где-то, то есть на концерте, то есть она создает беспрецедентный объем. Тот факт, что 4-дюймовый сабвуфер подкачивает меньше, чем 12-дюймовый, я думаю, вполне очевиден. То есть бахать так, что тебя слушают на 3 этажа ниже, конечно, не будет. Но это типа и не нужно. Почему? Потому что даже сквозь звук музыки она тебя будет слышать, когда ты даешь команды Siri. Потому что, внимание, 7 твиттеров и еще 6 микрофонов, которые в разные стороны смотрят и слушают именно тот факт, что ты будешь говорить хей, Siri. Да, да. Кстати, да, важно сказать, что есть, кроме того, что сабвуфер 4-дюймовый, есть низкочастотный микрофон, который ловит искажения, которые сабвуфер сам играет, и они обрезаются на уровне чипа и кроссовера, который там уже установлен. То есть, когда сильный дисторшн какой-то на громких громкостях, председатель за тавтологию, нет искажений очень сильных от того, что он бухает, как цензурно сказать. Долбякает. Я просто так хочу, во-первых, смотри. По слухам, короче, звук реально крутой. Но вот я, к сожалению, не владею, их только с 9 февраля начали дистовывать. Я тебе могу сказать, я слышал, как играет JBL-колонка такого же размера. JBL я тоже слышал, да. Да, я не уверен, что они очень сильно похожи с HomePod, но тем не менее. Во-первых, она реально, ну, долбякает, можно так сказать. Во-вторых, что это, понимаешь, это такая пати-колоночка, то есть в этом здесь и прикол, что ты ее поставил, нарубил себе какой-нибудь хреновину, там, смуз-джаз и пошел мыть посуду, реально. Вот смуз-джаз 100-пудово будет идеально звучать. Да, да, или вы просто с пацанами сели вокруг нее, вот, например, как вокруг JBL-ки, то есть просто сели, подцепились телефоном, и ставишь каждый свое дерьмо, никто не тянется, ничего не надо переключать, джеки, мини-джеки, ничего не надо, подключились, и каждый свой включает хреновину по одному. Вот, например. Важная говорка, с HomePod работает только Apple девайс, и она не работает, как просто Bluetooth-колонка. Это, я думаю, умышленный ход. То есть, да, все должны сидеть сайфонами. Чтобы не собирались всякие вокруг нее, да. Да, да, да. Ну, кроме этого, естественно, интеграция со всеми Apple сервисами, если вдруг вы реально заинтересовались, то Apple Music подписка ловится, в моем случае iTunes Match подписка тоже ловится, просто купленные в iTunes треке тоже ловятся. И что важно, если это Apple Music, то там существует ограничение, что не больше одного девайса стримит. То есть, если ты в данный момент слушаешь на айфоне, с того же аккаунта на Mac'е ты не можешь включить музыку другой трекан. Он тебе скажет, что слышь ты. А вот HomePod ловится, короче, как второй девайс, нормально. Его можно обьюзить практически. Ну, прикольно, то есть ты в зале включил одну музыку, а сам на ноутбуке сидишь день в спальне с другой музыкой. Вот, да, да. Ну, то есть ты его в зале, ну, хотя, да, она стендалон штука, потому что там чип А8, ей не нужен, как Apple Watch'ем, айфон рядом, она работает сама по себе. Но вот, возвращаясь к отзывам реальных людей, все отмечают, что действительно крутой звук, крутой UX, у нее еще есть тач-панелька сверху, которая ловит тапы одним пальцем, двумя, тремя, ну, жесты небольшие, типа, подержать. И прикоснуться и подержать, и так далее. Короче говоря, она еще и хреново работает на голосовые команды в том смысле, что вот Alexa, например, амазоновская. Амазон, да. Она вообще команда как человек уже понимает. То есть они именно дрочили тот момент, что она суперумная. Вот Siri в HomePod'е еще все-таки косноязычная, и ей нужно выдавать именно вот, ну, команды, ну, практически как роботу. Включить говно там что-нибудь. Нельзя ей неформально сказать, ай, Siri, включи что-нибудь веселенькое для моего хорошего настроения. Она тебе, скорее всего, ответит, поищу, 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 поищу сейчас в интернете, да. Да-да-да, ищу веселенькое. И википедию тебе откроются по запросу веселенькое, поэтому вот с этим они сказали, что нужно еще работать. Ну, и кроме этого, например, меня повеселил этот момент, официально заявлялось, что HomePod'ы будут ловить друг друга и делать так, что если HomePod понимает, что подаль стоит второй, он здесь будет левый канал играть, а правый будет на тот HomePod отправлять. Вот это в прошивке еще не допилили, к сожалению. Но уже работает тот факт, что колонка, она понимает то, что вокруг нее, и в маленькой комнате она будет играть с эквалайзером в маленькой комнате, а в спортзале она будет играть с эквалайзером в спортзал. То есть она будет подстраивать частоты в зависимости от окружения. Это уже реализовано в прошивке, а вот то, что два HomePod'а друг с другом спариваются, простите за это, за это, оно еще вот не допилено. Это как бы смешно, конечно, это прям вот жиза. Ну, давай еще немножко просто поговорим про скучное. Вдруг кто-нибудь, кому-то это реально интересно. Мне что хочется знать? Во-первых, зарядка, то есть насколько это хреновина долго работает отдельно, без зарядки, без подцепления к сети. Слушай, я вообще не готов тебе ответить, работает ли она без сети. Ну, то есть для меня это настолько неважный момент, то есть это все-таки HomePod, это не BonfirePod, который ты берешь с собой и у костра включаешь. С другой стороны, ты можешь реально унести ее по Брику, перенести в толчок с ним вместе. Подкаст слушаешь, не надо таскать за собой провода, перетащил в другую комнату, продолжаешь слушать. У меня не возник этот вопрос, когда я готовился. Я понимаю, да, окей, хорошо. И сейчас вот я скроллю туда-сюда, и я не могу, ну-ка, я просто слово battery здесь введу. Нет, вообще ничего не написано по этому поводу. Возможно, не работает. Ну, бог с ним, бог с ним. Еще тогда второй вопрос. Опять же, знаешь, как на этом, знаешь, как на экзамене эти заваливают? Ну, хорошо, на это не ответили, тогда второй вопрос. Работает ли это хреновина, если на нее попадают брызги? И насколько ее вообще бесит это? То есть, насколько она водоотталкивающая, непроницаемая? Слушай, ну она в ткани. То есть, как минимум, какая-то защита есть. То есть, вот все вот это, то, что ты видишь в сеточку, это ткань. Ну, кроме тачи крана, которая сверху плюс-минус. Ну, то есть, это не то, что если в сеточку попала там капля от вина, не то, что ничего не будет или как? Она просто начнет играть какой-нибудь... Розовое вино, она начнет играть. Да, я понял, я понял. Я думаю, что... Слушай, ты говоришь мне прям конкретные проблемы использования, видимо, джибелевской колоночки? Да, да, да. В том-то и прикол. Я, понимаешь, кейсы знаю. Кейсы знаю. И как оттестировать такую хреновину? Если бы мне дали HomePod домой, я бы его потестировал нормально вообще. Ну, видишь, тут, скорее всего, именно вот он предназначен, чтобы ты его на полку поставил, рядом с которой ты не пьешь вино. И как бы уже жил жизнью. Рядом с комиксами. Рядом с комиксами. Ну, да, да. То есть, это все-таки HomePod, а не PartyPod. Хотя, ну, для вечеринок она, очевидно, предназначена, но, видимо, не для шумных и не для брызгливых. Со старикой, я понял, для стариковских вечеринок, таких, кто с Apple девайсами, с Apple девайсами обычно не тусит. Вот именно. Окей. Почти, стой, еще последнее. А можно я прям... То есть, я могу прям с часов, получается, нарубить музло такое, как крутое, правильно? Меня вообще же ничего не останавливает с часов включить музло. Ну, слушай, вот я тебе так скажу. Есть лист of compatible devices. Здесь значатся айфоны с 5S по X. А я вижу, да. И нет часов. Айпады с iPad mini по iPad Pro. И iPod Touch последний. А часов нет. Так что с часов, походу, делать нельзя. Ну, понимаешь, суть в том, что зачем тебе нарубать с часов, если она голос ловит? Ну, согласен. Ты можешь просто сказать в ключи. То есть, что подразумевается под... Работает с iPhone. То, что она звонки с iPhone тебе может в колонку вот эту затранслировать, и ты в нее можешь говорить, отвечая на телефон. То есть, звонит у тебя телефон. И ты говоришь, эй, Siri, ответь на звонок. Она тебе выводит ее в HomePod. Ты говоришь, просто ходя, делая уборку по комнате. Айфон у тебя, на самом деле, в соседней комнате в куртке. Ну, так, чтобы Bluetooth добивал, так сказать, и Wi-Fi. И все. Я понял тебя, я понял. То есть, нет смысла ставить музыку с часов, потому что можешь просто сказать play Nirvana. Да, да, да. Next track, please. И все. Причем именно таким механическим голосом, потому что, видишь, судя по всему, а поновее что-нибудь есть, фразу она не поймет. В отличие от Алексы, например, той же. Да, да. Ладно, окей. Про нововведения поговорили, Пловский. Еще будем отдыхать? Ну, конечно. У нас прям экватор. Экватор нашего подкаста. Причем он, судя по всему, обещает быть Блицем реально, и это классно. Хочется иногда... А мне как раз вот хочется, чтобы наши подписчики, им не наскучил, возвращаясь к нашей первой теме, наш подкаст, что он каждый раз два с половиной часа, там, два сорок. Еще это... Нету сикинга. Нету поиска никакого. Хочется же, чтобы каждый раз подкаст был разный, с разными наградами, разной длительности, продолжительности. Поэтому вот этот будет, я надеюсь, чуть-чуть покороче. И да. Мне почему-то кажется, что он так же будет два часа. Я не хочу, нет. Я хочу, что... Я саботирую свои темы тогда, сейчас просто не буду говорить, и все. Только чтобы уместиться в этот новый таймфрейм. Короче говоря, отдыхайте. Отдыхаем. Мы тоже будем отдыхать. Я искренне надеюсь, что я в этот раз не забуду в промежуток между подкастом включить наших патронов. Потому что так смешно, я в прошлый раз сказал, здесь будут наши патроны, и их не было. Там был просто звук аплодисментов и черный экран. Как бы вот, да. Ну, то есть их не было. Да, и такое бывает. В этот раз точно будут, поэтому отдыхайте, пейте, кушайте и возвращайтесь к нашему подкасту. Возвращаемся к нам. Возвращаемся в наш маленький, уютный юб-дизайн-мир. Да, здесь Никита вообще шок-сенсацию рассказал, пока вас не было. И меня пока тоже не было, он даром времени не терял. Сейчас он вам тоже расскажет. Да, я зашел, короче, на ютуб и вижу, там, оказывается, несколько часов назад Вилсаком выпустил ролик про HomePod, про который мы вот только что говорили в подкасте. Если вдруг кто-то не смотрел до перерыва, например, не слушал точнее. Вот. Реально рассказывает, там сравнивает с другими колонками, как я понимаю. Я просто посмотрел из 30 минут обзора на HomePod, я посмотрел только 9 минут. И, короче, там реально была уже такая колонка, он рассказывает предысторию HomePod, там, всякое такое, с врезочкой Стива Джобса, там, все как надо вообще. Достаточно ламповая хрень. То есть не то, что там сразу начинается с того, что он ездит на Lamborghini уже и на Porsche. Нет, там реально прикольно. То есть уже, я бы сказал, такие обзоры можно смотреть вилсаком, если бы у него все такое было. Ну, слушай, он же и начинал как Apple-блогер, поэтому это у него, я думаю, получается. Да, он могет, могет, да, согласен. Короче, а мы пойдем дальше, мы пойдем дальше. У нас, между прочим, разработка, которая начинается с самой главной темы, с нулевой темы. У нас вся разработка с нулевой темы. Она, во-первых, нулевая, во-вторых, подзвездочка прям, я бы даже сказал. Это Smart Tape. Я хочу, чтобы ты про него рассказал, потому что следующая тема моя, и мы как бы с тобой такие по порядочку. Ну, давай, давай не будем пересекаться. Пересекаться. Smart Tape. eobesign.ru Smart Tape. Smart Tape – это лучший хостинг, который вам предоставляет все варианты вообще, которые могут быть. VPS-ки, VPS-ки на SSD-шках. Безлимитный хостинг, который тоже, кстати, на SSD-шках, на который вы можете на один аккаунт запихнуть кучу сайтов, кучу баз данных. Никто вас, так сказать, не будет ограничивать в этом деле. Можно на нем что-то тестировать, а потом уже на VPS-ку это все деплоить, тогда, когда более или менее все это обрело какие-то обтекаемые контуры. И вообще, да, это еще один из способов поддержать наш проект, потому что если вы по нашей реферальной ссылке пройдете, то какой-то процент, в зависимости от того, какую услугу вы оплатите, он упадет нам. Кстати, пользуясь случаем, хочется сказать спасибо тому пользователю, который целый сервер арендовал в дата-центре Oversun или Digital Hub. Я не помню, в каком они сейчас находятся. Поэтому, да, спасибо вам. Спасибо тебе, тот самый пользователь. Там, конечно, всего 5% с твоего платежа идет нам, но поверьте, 5% побольше, чем некоторые 20%. Поэтому, классно, спасибо большое. И вы, если хотите тоже, так сказать, поучаствовать прямо в прямом развитии нашего проекта, тоже не стесняйтесь, оформляйте этот хостинг. Техподдержка классная, она всегда вам поможет с переносом там чего-то еще. Она не будет за вас делать вашу работу, типа там настраивать базу данных, кэширование и так далее. Но со всеми миграциями, проблемами с доступностью и прочими логами она вам, конечно же, всегда подскажет, поможет. И вообще, в принципе, будет вести себя вежливо и услужливо. Деньги вернут там в означенные сроки, если вдруг. Вы же всегда можете попробовать и сделать так, чтобы, ну, так сказать, не покупать кота в мешке. Вы можете действительно внести какие-то деньги, а потом их в течение недели, месяца вернуть. И все пройдет безболезненно. Поэтому обязательно попробуйте. ewebedesign.ru slash smarttape, там классно. Да, конечно, обязательно попробуйте. И знаешь, вот хочется сказать отдельное, вот реально благодарность чувакам, которые вот просто берут, заносят и не парятся. Вот просто заносят и не парятся и smarttape пользуются. И те, кто, знаешь, особенно те, кто понимает, что выделенный WPS, этот WPS хреновина, это тебе как бы инструмент, которым ты пользуешься сам, а не пытаешься достучаться до техподдержек, чтобы они тебе настроили мускуль. Ну да, это просто смешно. Зачем ты тогда оплатил WPS, если ты хочешь managed решение? Если ты хочешь managed решение, покупай хостинг, в котором это входит, так сказать, в стоимость, и все будет хорошо, за тебя будут этим заниматься и так далее. Или нанимай там себе сис-админа, которые будут этим заниматься. Но покупать, ну, болванку, просто доступ к ресурсам, потом пытаться что-то получить от техподдержки, это как-то, по-моему, странно, особенно за такие деньги. Кстати, это еще один из плюсов. Цены у smarttape более чем демократичные. ubedesign.ru slash smarttape. Переходим к первой теме. Первая тема у нас, она вроде бы, казалось бы, обширная, в том плане, что на хабре конкретно длинная статья с кучей картиночек. Я очень надеюсь ее пройти хлестко, четко, быстро, потому что здесь не хочется даже растекаться. Это не то, чтобы вкусная тема. Это такая сухая статистика, которую нам предоставили, собственно, пацаны из HackerRank. А нам конкретно Wafa Abzi говорит, что же надо знать разработчикам, оставляет нам тему. Навыки, инструменты, требования, масштабное исследование HackerRank о рынке разработчиков 2018 года. И реально, HackerRank, пацаны, собрали более 39 тысяч, точнее 39 тысяч 341. Практически 40 тысяч участвовало в опросе разработчиков, я хотел сказать, голосов. Да, ну, в общем, короче, 40К разработчиков участвовали в их опросе конкретно. У них это разделялось на несколько разных категорий, сейчас мы посмотрим на какие. Здесь многое они говорят о том, что да-да, разработчики, они меняются, по-разному голосуют с каждым годом, интересно. Хотелось бы посмотреть вообще, как разработчики пользуются какими языками программирования, когда начали учить их. Вот, например, очень им понравился факт о том, что, а вы знали, что один из четырех разработчиков научился кодить до того, как получил водительские права. Ну, охренеть, теперь... Мне кажется, у нас в России... Я один из этих разработчиков. Да, да все, да все. Не, ну, кто кодить начал, ну, все начали кодить примерно до 18 лет, так или иначе. По крайней мере, те, кто состоялся как программисты. Ну, то есть... То есть есть люди, которые это попробовали, наверное, там, в 25-26. Да, у кого был компьютер, и просто ему было интересно, кодили до... Ну, кодить, давай, тоже, опять же, то есть это громкое слово, как бы, ну, пробовали что-то там делать, писать. До 18 лет, мне так кажется, поэтому почему бы нет. Вот, далее, далее, далее. Сразу смотрим на их графички. Сразу смотрим на их графички. Им нравится сразу... Вот про возраст, раз мы уж начали. Что оказывается, да, почти четверть написали первые строки кода до того, как им исполнилось 16 лет. Ну, это из тех, кто был опрошен, соответственно. Окей, но в то же время из 5,2 тех разработчиков, которые начали программировать после 26 лет, то есть такие поздние чуваки, 36% из них, то есть практически тоже четверть, или что я говорю, или даже практически половину нельзя называть, 36% сейчас работают на позициях сеньор-разработчиков и выше. То есть чуваки, которые начали уже поздно программировать, сознательно это делали, чтобы работать их и начали, и состоялись, соответственно. Окей, пойдем дальше. Здесь еще... Вообще, оно на самом деле так в любой сфере. Хочется сказать, что рекаилы люди знают, что они хотят. Оно всегда очень продуктивно получается. Да. Сколько лет сейчас? И когда начали кодить, вот здесь такой есть графичек красивенький. В принципе, я думаю, что это не особо интересная даже информация. Ну окей, да, да, в основном начали все кодить во сколько лет? Получается, что? Ну здесь вот странный график на самом деле. Здесь такое чувство, что в 35 лет. Но нет, это именно 5-10 средний возраст. Я где-то здесь видел, на самом деле... Нет, перед этим вон сверху, когда начали программировать. Да, 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 да. А сколько лет сейчас? С 16 до 20. Вот, с 16 до 20, конечно же, это основной возраст, когда все начали программировать. Окей, пойдем дальше. Давайте по странам посмотрим. В каких странах круче всего мотивируют детей учиться программированию? И реально... Кстати говоря, еще надо сказать еще раз про возраст, что раньше... А может быть это дальше будет? Хрен его знает. По-моему, это дальше будет. Ладно, давай пойдем по порядку. Окей. Про страны. Конкретно. Великобритания, короче, является самой топ-он-топ, топ-один стран, где наибольший процент разработчиков, которые начали кодить в 5-10 лет. Cool story, Bob. Следующая Австралия, потом Нидерланды, Польша, Канада, Румыния, между прочим, Россия есть в этом списке. Мы как бы не страна третьего мира здесь. Вообще для Кодинья мы не страна третьего мира на самом деле. По разработчикам, по количеству, по людям, по скиллу и так далее. Поэтому здесь мы будем так или иначе фигурировать. Вопрос, хакер-рэнк вообще опрашивал ли Россию или нет, это уже другое. Но окей. Каким-то образом данные не получили, каким-то образом мы даже выше, чем Украина. Слушай, вот это, кстати, тоже вопрос. Хотя Украина в основном не кажется дизайнер. Вот знаешь, если так думать, мне кажется, Украина больше дизайновая тема, а Россия больше кодинговая. Но это тоже такой вопрос, знаешь, странный. Я не знаю, откуда я сейчас эти данные взял, просто высрал их из головы. Но мне почему-то кажется, что у нас вот... Я просто сейчас представил процесс, как ты это делал. Ну я очень часто это делаю, поэтому нормально. Смотри, и еще. Ставь лайк, если ты тоже высираешь что-то из головы. Да, как учились в программировании. И здесь в этом, вообще в этом пункте написано то, что чуваки раньше очень круто, по-моему, это здесь написано, очень круто обучались сами самостоятельно. Когда еще в 70-х, короче, программирование было вообще не развито. Все люди, которые так или иначе касались программирования, они прям прорастали и становились... То есть процент вовлечения был охрененный. Если ты вдруг увидел, что можно программировать, ты автоматически через несколько лет становился сеньором, потому что тебя досвидос как это увлекало. Слушай, мне кажется, это связано просто с тем, что настолько мало у людей было компьютеров. Да, да. То есть это вот реально, когда это вот дефицит... Если он у тебя уже есть, ты глупо это не использовать, потому что это твое доминантное преимущество прям конкретно. Да, сейчас это уже не так, компьютеры практически у всех, поэтому, ну, окей. Ну, камон, я бы сказал. Так вот, и здесь как учились в программировании? Самостоятельно учились 73%. Здесь как бы 146%, здесь можно несколько было выбирать. Здесь можно выбирать несколько опций, поэтому здесь 73% из 100 имеется в виду самостоятельно. Из них же, из этих же 100, 69% школы-университет, курсы 8% и другое 2%. Заметь, что по курсам мало учились. То есть малые люди, которые попали реально на курсы, а потом... Ну, хотя потом они, может быть, 100% из них стали... Слушай, возможно, их училось и больше, просто им признаться стыдно, потому что такие курсы там были. Может быть, может быть. По поводу того, что тут написано, что молодежь учится на YouTube, а не по учебникам. И здесь, на самом деле, не столько на YouTube, сколько здесь, опять же, по 146%, можно было выбирать несколько опций. И в основном, какой бы у тебя возраст ни был у программиста, Stack Overflow доминирует среди всех по обучению, так называемому. На втором месте YouTube, причем именно у молодых челиков. У 55+, у чуваков у них учебники на втором месте. То есть реально они фундаментально познают. В общем, в соотношении по всем возрастам, если посмотреть, то, конечно, YouTube на втором месте, учебники на третьем. Вот. Дальше идут открытые онлайн-курсы, другие туториалы и так далее. Что еще? По языкам программирования конкретно. Разработчики учат те языки программирования, которые нужны потенциальным работодателям. Это логично, это нормально. Да, это очень по-рыночному. Да, JavaScript на первом месте, как бы на втором Java, на третьем Python. Если по всем индустриям. Ну, конкретно вникать в другие. Говорят, финансовые услуги требуют Java. Вот здесь написано. Как мы знаем, собственно, из соседнего подкаста. Вот, да. Финансовые услуги требуют Java. Это самое очевидное. Я вот, меня уже ночью разбуди, спроси. Ну, слушай, а вот в финансовой сфере какой язык программирования доминирует? Я скажу Java. Да. Да, я тоже думаю, что никто не будет сомневаться в этом. Что еще? Что еще? Спросы на знания фреймворков. Здесь очень прикольный факт написан, что вообще фреймворки, знания фреймворков и новые знания вообще очень нужны в стартапах. Там, где люди любят новые технологии использовать какие-нибудь, написать что-нибудь на новой хрени. Когда это большой энтерпрайз, в основном там конкретно все засахарено и используются такие фундаментальные, старые, можно сказать, языки программирования. Да. Вот. Ну, тоже, думаю, достаточно очевидно. Здесь написано, что Angular... Оно, на самом деле, и не в программировании так же. То есть, в каких-то вещах, типа там, перевозок грузов, там, все равно поезда старые и добрые по-прежнему используются, чтобы уголь возить. И как бы, я думаю, что это тоже ни у кого не вызывает вопросов надежно, работает и хорошо. Да, да, да. Что еще? Что еще? Решение задач. А, ну так вот. И, конечно же, так как всем работодателям интересует конкретно результат любого работодателя, поэтому, конечно же, ключевые навыки, которые ищут работодатели, это решение задач. Видимо, работодателю похрену, какие костыли будут использованы. Если это решает задачу, то круто. Я подтверждаю это не как работодатель, а как все-таки работник, но, тем не менее, это зачастую похрен. Да. Ну, конечно, на втором месте это знание языка программирования. Само собой, если вы не знаете язык программирования, не знаю, как вы будете решать задачи. Но если вдруг вы будете в своем языке программирования, ну, то есть, по факту работодателю похрену, какой язык программирования, в основном, 94% в среднем. Но знание нужно хоть какого-то языка. Кроме этого, практически опыт важнее красивого резюме, также для работодателей. То есть, если вы сказали, что вы работали 10 лет, кодили на Python, ему достаточно важно будет это знать. Круче это, чем если вы скажете, что вы 10 лет, ну, не 10 лет, если вы изучили все постулаты, которые там есть в программировании ООП, хрена П, но у вас 0 лет опыта, естественно. Хотя вы знаете там, типа по слухам, вы знаете дохрена, но на самом деле вы нифига не сделали. Кроме этого, что еще? Ну, оно и в жизни так. Реальная работа, она почти всегда отличается от каких-то там упражнений или чего-то еще, потому что реальные задачи, они настолько многогранны, внезапны и вообще не вовремя. И всегда некогда, что как бы приходится каждый раз настолько импровизировать, что если ты еще при этом, у тебя нет опыта это делать, то как бы вот ты теряешься, в ступор входишь и крылышками начинаешь махать просто и все. Кроме этого, естественно, какую квалификацию работодатели ищут больше всего, здесь, видимо, написано, что учитывается, я не знаю, портфолио, короче. Портфолио, например, на гитхабе, оно учитывается, если крутое у тебя портфолио на гитхабе, оно даже больше, чем опыт предыдущей работы. Просто опыт предыдущей работы сложно принести с собой. Ты как бы можешь сказать, что ты разработчик из Amazon, но сложно его притащить, показать вот чуваки, короче. Ну, как бы... Во-первых, у тебя может быть NDA еще 10 лет действовать, просто ты уволился. Да-да-да-да. Лучше, чтобы у тебя на гитхабе был все-таки код, да. На гитхабе код, кусок, Amazon, если лежит, то хорошо, если не лежит, то хреново. На самом деле я вот не хочу хвастаться, но самые интересные предложения о работе, которые мне поступали, они поступали именно на основе того, что у меня на гитхабе лежит, хотя у меня там вообще крайне немного и не самое классное. Но вот самое интересное, что мне писали на почту и говорили, слушай, может быть попробуешь как-то вот та-та-та-та-та, оно все было исходя из того, что мы посмотрели твой гитхаб и вот да. Поэтому, чуваки, это реальный совет, вот делайте портфолио на гитхабе, не ленитесь. Как, собственно, наверное, и дизайнерам надо делать портфолио на Behance, там где-нибудь или на DeviantArt и не лениться. Да. Дальше большой пункт о том, что в принципе разработчики любят новые языки, учить, ну, не то чтобы любят учить новые языки, а в том плане, что они пытаются следовать как бы не то чтобы даже трендам, а самообучению. Поэтому они так или иначе посматривают на новые языки программирования. Сикинг, сикинг полный. Да, сикинг полный, поэтому там тоже разделяется, конечно же, люди более молодые хотят выучить по 4 языка новых, более опытные, скажем так, программисты любят посмотреть всего на 3 новых языка. И здесь вот, например, написано, какой же язык программирования разработчики собираются изучить следующим. И Go, Go, между прочим, Go, это самый такой язык. На C, между прочим, меньше всех людей хотят посмотреть, а вот на Go хотят все. Ну, большинство, точнее, все уж так. Пайтон все-таки признан по этому опросу самым таким, знаешь, который больше всего любят. Вот Пайтон это просто вот язык, на котором все учатся, все, никто не говорит плохих слов про Пайтон, вот это он. Конкретно Пайтон. Причем с крупным отрывом, если честно. С крупным отрывом, да. То есть, видимо, Readable, тот самый Readable, знаменитый, я думаю, что это главная фишка Пайтона все-таки. Хотя хрен его знает, сейчас миллионы людей, которые кодят на Пайтоне, скажут мне, еще кучу плюсов. Кроме... Кстати, напишите в комментариях, если вы вдруг Пайтона разраб такой, короче, сидите в свитере, реально. Напишите обязательно. Что еще? Node.js это хит сезона. Это фреймворк, который предпочитают разработчики. Тут в зависимости от возраста написано. Node.js. Node.js. Что еще я хочу сказать? Тут так много всего, на самом деле, не самого важного. Тут оценки HR, я даже не хочу на них останавливаться. Кстати, вот, давай дальше пойдем. Для разработчиков, оказывается, одним из самых главных, я бы даже сказал, самым главным, что баланс работы и личной жизни важнее любых бонусов и дополнительных бабок. То есть, если вот у тебя есть определенная зарплата, например, миллион долларов в месяц, то тебе нахрен не нужен дополнительный полмиллиона, лучше побыть с женой и детьми. Вот так я скажу. Ну да, ну да. Жиза, опять же. Да, то есть, потому что, когда реально тебе отнимают твое личное время, там, дополнительно сидишь, овертайм и так далее, понятно, что это, скорее всего, оплачивается, но это как бы влияет на твое психологическое, естественно, на физическое, на все влияет, поэтому ты стараешься все-таки просто получать свою зарплату условно, может быть, какие-то бонусы, но не в ущерб своей личной жизни. Здесь написано по странам, есть ли какие-нибудь жесткие китайцы, которые похрену на это? Украинцам важно решать интересные задачи, посмотри. Да, вижу, вижу. А русским важно профессиональный рост и обучение. Ну, так бывает, почему бы нет, в принципе, почему бы нет. По поводу еще хотелок от чуваков, которые хотят работать, именно... В канале зарплата на первом месте, просто сухо. Ну, там нормально, там просто, чтобы лес не рубить, лишь бы зарплату получать. Вот да. Гибкий график очень хотят соискатели работы, очень хотят гибкий график, потому что для программистов важно приходить не в 8 утра, а в 10 утра, выспаться, прийти в 12, в час, в два, сидеть до вечера, потом прийти, не выспаться, короче, как опять же все это по циклу зациклено, короче. В общем, гибкий график. Хотя я считаю, что лучше дисциплинировать себя и приходить вовремя, на самом деле. Вот именно, вот именно. То есть, как бы вот это программи... Ну, то есть, да, понятно, ты-то типа полутворческий человек такой, знаешь, типа гений, полугений такой, приходишь, не выспавшийся в два дня на работу, садишься в три, пока пьешь кофе и так далее, и ты уже только в 9 встал, а на самом деле ты не 8 часов отработал. Ну, в общем, нет, лучше режим соблюдать, если у тебя есть графика примерно с 9 до 6, лучше его соблюдать. Она просто и продуктивность растет. То есть, это же даже не ради того, чтобы там все ходили по струнке там, отдавали честь товарищу Сталину и так далее. Просто, ну, реально, продуктивность лучше, если все биоритмы, так сказать, синхронизированы изо дня в день. По себе говорю, может быть, как бы у других людей иначе, но вот у меня так. Я просто хочу сказать, тут вот уже много чего, я хочу просто вот про эту же тему еще сказать, что вот я для себя что понял, то есть у меня есть определенный момент, то есть я на работу, к сожалению, опаздываю примерно каждый день на 15 минут. Но просто у меня есть как бы совесть, которая вырубается в какой-то момент, и я понимаю, что все надо выходить из дома. Ну, или там все надо поспешить, условно. То есть я понимаю, что вот если, короче, уже, допустим, рабочий день у меня начнется в 10, и если я в 10 еще дома, у меня начинает так печь жопу, короче, что я выбегаю, и в 10-15 я на работе, условно. То есть, и все, у меня не больше опоздания. То есть вот оно вот есть и такое, то есть у меня в какой-то момент просто включается, что все, я уже наглый, короче. И это, то есть у меня не бывает такого, что я уже 11, короче, уже 12, там, условно, да? То есть я опаздываю на 15 минут максимум. И все. Я, пожалуй, не буду ничего говорить про то, что я и как делаю на работе. Опаздываю, не прихожу, прихожу, чем занимаюсь, потому что, ну, или кто послушает когда-нибудь это все, все это вскроется. Поржет. Вот, да. Но, скажем так, у меня тоже совесть просыпается иногда, но не всегда, поэтому... Окей. Да, дальше тут еще всякие статистика про ВИМ, что ВИМ больше всего на ВИМе пишут. Там саблайн, кстати говоря, где-то в жопе. Ну, в общем, вот такая статистика. Посмотрите, если вам интересно. Спасибо за предложенную новость в Афи Абзи. Пойдем дальше, я думаю. Что у нас еще? А, у нас прикольная тема. Советы от 19-летней разработчицы еще в разработке. Вот... Или опровергни, что она прикольная. Опровергни. Попробуем. Пушкин 2 февраля нам ее предложил. Без каких-либо дополнительных комментариев. Совет от 19-летней разработчицы и разработчика программного обеспечения. А одна из, так скажем, один из прикольчиков, это то, что она здесь есть в аудио у нее. То есть можно по... Как это? АСМР называется. О, послушай, да? Сидеть, слушать. Я даже сейчас попробую. Ну, давай, попробуем. О, господи, ну как же она читает монотонно, просто за свидетельство. Хуже, чем наш самый скучный подкаст вообще. В мире. Просто блевочный. Ну, так бывает. Ну, окей. Лидия Хейли нам пишет, причем ей Райан Карсон тоже аплодировал. Это CEO Три Хауса. Он почему-то у меня каким-то образом медиум знает, что он мне близок. Простите. И она мне показывает по поводу того, что он тут тоже, так сказать, отличился. Я несколько хлопочков поставил. Два. Но уже три теперь. Вот. Потому что, ну, не самая интересная тема, но тем не менее занята. Так вот, она говорит, это не будет вот эта вот одна из таких статей, которые говорят, что надо просыпаться каждое утро в 4 утра, 20 километров пробежку устраивать и прочие вот супер вдохновленные такие статьи. Нет, это будет просто мой экспириенс, говорит. Вообще, меня, говорит, очень часто знают по моему инстаграм-аккаунту, вот TheAvocoder, у нее аккаунт, сразу зубки пошли, ETME. Как авокадо причем? А, нет, как Avocode. Avocode – это типа Adobe Muse хреновина, которая автоверстку делает, насколько я помню. Может быть, она к этому относит. Короче говоря, я, говорит, вот никогда почему-то, ну, все меня знают как суперпрограммист, суперпрограммистку, ну, просто как в смысле, что не супергениально, а супер... Трудоголик. Короче, она до хрена только кодит, 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 кодит. И говорит, я, говорит, на самом деле никогда я не говорил, о чем я просто занимаюсь по жизни, просто в мой обычный день. Я, говорит, сейчас живу в Стокгольме, я JavaScript, React, разработчик. Я очень активный в социальных сетях, я пытаюсь мотивировать других людей и так далее. Судя по всему, не замужем. Я, говорит, начала программировать, когда мне было 15, у меня был суперблог на Tumblr, Health and Lifestyle, десятки из тысяч подписчиков было, говорит. И потом я начала сама для Tumblr, я сейчас сильно ударил по микрофону, я надеюсь, не оглушил. Я причем вообще, я нормально абсолютно. Ну, тогда классно. Значит, и все остальные тем более, потому что они-то еще и сквозь постпроцессинг это послушают. Так вот, она, говорит, я для Tumblr делал темки. И, да, HTML, простите, CSS и jQuery. Пуши, говорит, мне даже платные темы не нравились, я решил все-таки что-то свое сделать. Я, говорит, правда даже не понимал, что вот это уже прям программирование, и что я могу вот этим, типа, зарабатывать. Мне просто нравилось этим заниматься, было прикольно. Я, говорит, ходил в школу до 18, но мне, говорит, я ее ненавидел, вообще не понимаю, нахрена это все было, древнегреческий, латинский, кому они нахрен нужны, все, жопа, говно. И, говорит, она до сих пор, я считаю, что это в пустую потраченное время. Вот такое она говорит. Вот. И я, говорит, конечно, закончила все, получила диплом, но я не пошла в универ, она говорит. Хотя вот по факту и high school, это практически как наш универ, но не важно. Короче, она не пошла дальше на супервысшее образование, она сказала, что нахрен мне это не надо. Хотя, говорит, это было очень страшно, потому что, в принципе, мне, говорит, промывали мозги все, что вот, нужно высшее образование, там, т-т-т, т-т-т, а то не будешь успешный и так далее. Но она решила пойти против системы, насрать на всех. И я, говорит, лучше буду учить, там, поддерживать людей, делать сайт-проекты, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это, говорит, не будет мотивационная статья, но по факту это оказалась очередная мотивационная статья. Ну, видимо, у нее есть какой-то ее фанбейс, которые реально хотели вот просто послушать от нее cool story. Вот, видимо, слушают через нас. Я, говорит, так много времени в школе потратил, чтобы хорошие оценки получать. Я теперь понимаю, что это все было зря. Я, конечно, не жалею, но вот все было зря. Вот, потом, говорит, мне хотелось быть независимой. Я уехал в другую страну, когда я была 18. До хрена, типа, была там занята, что-то делала. И на целых три месяца она в Tampa Bay, во Флориде, устроилась в лагерь для кодинга, так сказать. Ну, видимо, какие-то сборы. Ну, короче, три месяца. Скорее всего, платные. Они там тусили, кодили. Как гигантский хакатон получился такой. Вот. И мне, говорит, как бы не надо было это даже делать, но мне это помогло для того, чтобы там структурировать свои знания, окружить себя другими людьми, так сказать, которые мне по духу близки и так далее. Ой, не мотивационная вообще ни разу статья оказалась. Короче говоря, даже, говорит, вот за эти три месяца очень много HR-ов с ней связалось, рекрутеров. Предложили с ними работать там и так далее. И это, говорит, я вот только LinkedIn профиль создала и там вот показывала, так сказать, то, что я делаю. И я, говорит, даже вот была обескуражена от того, насколько мною заинтересовались вообще и так далее. Как всегда, они вот... И она еще вот тут до конца давит, что... И вот это же, говорит, у меня образование, это же нет. Как все равно меня хотели там нанять туда-сюда там и так далее. Ну, говорит, потому что кодить вы учитесь, типа, не в универе или где-то еще, а только учитесь кодить, когда пишете программу. Вот что она говорит. Кстати, Tampa Bay, в котором она была, вот у тебя с чем ассоциируется? Есть у тебя хоть какие-то ассоциации с Tampa, Флорида? Мне кажется, что-то тоже программистское, я не знаю, честно говоря, не знаю. Вот у меня есть. Я играл еще на Nintendo Entertainment System, на Dendy, в Капитана Америку. И там он начинал с Tampa. То есть, Hulk начинал с Нового Орлеана. В смысле, зачищать территорию? Да-да-да, зачищать территорию. От злодеев. Да. А Капитан Америка с Tampa. И они где-то, ну, обычно в районе Миссури соединялись в команду A, в Avengers. И уже, ну, вместе, вдвоем путешествовали. И ты мог, когда зачищаешь очередной левел, мог... Ну, там не переключаться в процессе, а именно выбирать, кем ты будешь зачищать конкретно этот уровень. И в зависимости от того, за кого ты играл, геймплей, конечно, чуть-чуть разный. То есть, там даже окрас самого уровня был другой, музыка была другая. Ну, и, соответственно, супервысокие там бонусы ты мог сбивать Hawk'ом, потому что у него лук. А Капитаном Америки не мог, но зато ты мог там слайдиться на щите. Пробивать там щитом. Да-да-да-да. То есть, вот у меня все вот это сейчас вспомнилось, когда я про Тампу прочитал. Неплохо, неплохо. Я тебе скажу, я посмотрел на ее инстаграм, и у нее здесь сплошной просто код. Вот реально, везде ноутбуки, как она кодит. Видимо, она... Ну, короче, она предупреждала. Она не говорила, что она там в мини-бикини, поэтому... Ну, она здесь... Да, да. Ладно. Все-таки, если посмотрят, я чувствую после подкаста. Возможно, кто-то даже дропнет наш подкаст, чтобы на авокоде посмотреть. Короче, она говорит о том, что... Вообще, говорит, комьюнити программистов может быть жестким. Они будут засирать тебя за то, что ты не на том языке программируешь. Тебе будет казаться, что вообще два часа спать – это норма, потому что надо кодить, 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 жрать говно, сидеть весь день там и так далее. Ну, говно, junk food я имею в виду. Но, говорит, это, говорит, не так. Мне, говорит, все было нормально абсолютно. То есть я, говорит, вот нетипичный кодер, который такой прыщавый. Я, говорит, нормальный. Хотя она, видимо, это... Все равно чуть-чуть заблуждается, да, по поводу нормальности. Ну, говорит, вот моя повседневная жизнь. После того, как буткэмп этот закончился, лагерь, сборы, я, говорит, вернулась в Стокгольм. Мне, говорит, супер понравилось, я хотел начать новую жизнь. Ну, и все. Вот теперь что у меня в обычный день? Я, говорит, просыпаюсь, пытаюсь зарядку какую-то сделать. Она, говорит, конечно, опять начинает звучать, как супер вдохновительный, вдохновляющий пост. Но, говорит, это важно, потому что вот вы много сидите там, надо разминаться, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, опять же, ну, как бы кроме шуток я с ней согласен. Надо вставать дышать воздухом, чтобы просто банально не сдуреть. Именно вот слово «здуреть» я хочу здесь использовать по родителям. Что-то ты не сдурел там еще за компьютером-то сидеть. За своим. Вот, да. Вот, чтобы не сдуреть, надо следовать ее советам. А потом она пишет, что она даже, говорит, вот если я стою, ленюсь, не хочу встать, я вот все равно лежу и на буке смотрю какие-нибудь онлайн-курсы. И во втором окне параллельно пытаюсь сделать такой же проектик, как мне показывают. Чуть-чуть его видоизменяю, говорит, для того, чтобы, ну, как-то хоть более или менее навык закрепить. Не просто повторить то, что ты увидел и забыть, а из-за того, что ты это изменяешь, ты так или иначе через себя прогоняешь. Это как конспект делать. Ты пишешь рукой и запоминаешь это более или менее. Я, кстати, забегая, никуда не забегая, отвлекаясь, просто скажу, что я тоже, когда какой-то туториал повторяю, я его стараюсь изменять, причем я именно придумываю, как вот мне сделать чуть-чуть посложнее или по-другому для того, чтобы полностью вникнуть во все вопросы. То есть с этим советом я прям согласен. Потом она говорит, я, говорит, стараюсь в течение четырех часов примерно работать над своими персональными проектами. Она пишет, что это всегда полезно для того, чтобы попробовать новые технологии. То есть когда ты работаешь, у тебя есть конкретный твой стэк, а вот если ты вдруг го, например, захотел опять же попробовать, то это можно сделать только на персональных, на личных проектах, потому что, ну, кто тебе даст какую-то возможность переделать уже какой-то конкретный проект на го, да и зачем? Бизнес-процессы более лучше это вряд ли оптимизируют, а времени ты потратишь до хрена, поэтому это вряд ли. Она пишет, что, конечно, сложно работать с личными проектами, потому что в какой-то момент ты мотивирован, в какой-то крайне демотивирован, и, ну, это сложно. Но, тем не менее, это нужно для того, чтобы что-то попробовать, и вообще прикольно, потому что в конце концов, когда ты делаешь какие-то свои собственные проекты, ты можешь не зашориваться на конкретных задачах вашей компании или там к вашего клиента. можно просто попробовать, вот я сделаю так, а я вот сделаю это, решу такую задачу, и потом, может быть, станешь суперспециалистом именно по решению подобных задач, то есть там, я не знаю, условно создание, не просто визиток на WordPress или каких-то там каталогов, а создание каких-то там интересных CRM-систем. Не очень понятно, зачем их делать на WordPress, но мало ли какие бывают ситуации, а вот ты в этом уже специалист, просто потому что ты это взял и попробовал. Почему бы и нет? Потом, говорит, я стараюсь прочитать как минимум две статьи, то есть она вот одна из тех, которая сама, видимо, читает такие же мотивационные статьи, какие сейчас сама пишет, но и тем не менее. Но она, говорит, может быть, хоть про что? Хоть про какую-то конкретную кодинговую проблему, почему JavaScript отстой, или какие-то новые супертехнологии. Ну, хотя вот все, что она сейчас перечислила, так или иначе, это все-таки про кодинг и про работу, но тем не менее. Хочу примерно, говорит, пять загадок в Cold Wars решаю. Ну, то есть не загадок, а вот в Cold Wars именно кота практически по карате. Ну, короче говоря, раундов. По нескольку раундов в Cold Wars прохожу, потому что, ну, ей нравится. Это игра, в которой тебе, чтобы пройти, надо какой-то сниппет написать, насколько я понимаю. Я не играл, не готов сказать, я все-таки еще не такой мотиватор, как эта Лидия, но да. Потом, говорит, я пытаюсь не жрать junk food, потому что, говорит, надо вот есть здоровую еду в вашем здоровом теле, здоровый дух, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чем лучше ешь, тем лучше кодишь. Вот такой у нее здесь девиз в конце. То есть она готовит прям сама? Ну, слушай, не готов тебе ответить. Может быть, она покупает хорошие groceries. И что, их режет просто? И жрет сырыми так? Без мяса, без говна? Не знаю, слушай, не знаю. Это, судя по фигуре, просто без говна. Я это, понимаешь, я сразу спрашиваю практически вопросы. То есть вот я, допустим, тоже. Окей, допустим, я живу один, да? И мне как бы... Я понимаю, что я пришел с работы, мне надо, твою мать, приготовить еду. Помыть все дерьмо. Постирать вещь. Помыть полы. Еще каком-нибудь говнем заняться. И знаешь, тут в натуре будет не до кодинга тебе никакого дополнительного. Поэтому я не знаю, чего. Тебя должно мотивировать желание, что вокруг тебя все ухожено, прикольно. И вообще, вот что значит там все помыть? Что ты там? Одну тарелку тебе сложно помыть или что там? Ну, то есть это ж... Когда живешь один, у тебя и меньше засирания происходит. С одной стороны, да. Да, с другой стороны, не одну тарелку. В любом случае, у тебя, допустим, будут какие-нибудь контейнеры, херейнеры, еще какие-нибудь, не знаю, куча всего. Да, сковородка, кастрюля, чашка, кружка, досточка, на которой ты режешь, ножи, которыми ты режешь. И да, и не каждое утро ты хочешь это делать, допустим, сразу же вместе с этим и то, и все, у тебя накапливается такой, емае. Ну, вот здесь нужно пытаться как-то это, тоже дисциплинироваться и классифицироваться, что либо ты там по выходным все моешь, что накопилось, хотя это досвидос, конечно, это просто страшно даже. Вот я, да, да. Нет, я могу себе позволить по выходным, но у меня уже к пятнице досвидос вообще. Вот, да, я именно об этом и говорю. Так вот, она говорит, вы заметьте, я еще, говорю, пытаюсь, потому что я же, говорит, несовершенный. Вот что-то в этот раз не получилось, но и хрен бы с ним, зато завтра получится и так далее. Водушевляющий пост напоминаю. И пивкой выпивает на этот момент. Да, я, говорит, конечно, иногда просто весь день валяюсь, смотрю Netflix, потому что надо, говорит, найти баланс между отдыхом и впахиванием, потому что иначе мотивация досвидос пропадет. И да, я, говорит, релакс делаю важной частью моей жизни. Вот тебе и релакс. Ну, понятно, take it easy. В общем, вот все, читайте статью, кому хочется больше подробностей. Она еще здесь в выводах, в выводах опять говорит о том, что необязательно идти в колледж, если просто ты хочешь кодить, кодь, и нормально все будет. Почему она так на образовании зацикливается? Видимо, все-таки ее это гложет. Ну, может быть. Ничего с этим поделать не может, но вот как бы да. Может быть, у нас кто-то из наших слушателей, сейчас кто знает английский, подкатит к ней, и сможет уехать в Тамп Бэй. В Тамп Бэй она была только на этом воркшопе. Так-то на Стокгольме, поэтому в Швеции. Ну, тогда нахрен она нужна. Ладно, ладно. Окей, идем дальше. Следующая тема – это пленка и цифры. Это у нас в разделе научпопа. Между прочим, это последняя адекватная тема, как я понимаю. Остальные неадекватные. Нет, нет, у меня в конце тоже адекватная, более или менее, но уже я неадекватный, поэтому тема тоже будет неадекватная. Короче, интересная тема на самом деле. DTF.ru – путь от пленки к цифре, как кинотеатры показывают кино. Здесь чувак просто в блоге ДТФа сам написал свой экспириенс. Он управляющий двумя кинотеатрами в Астрахани. И он написал просто тему про то, что вот как мы перешли от пленочных проекторов к цифровым. Вот, говорит, пленочный киноаппарат, который на фотографии, ты же там показываешь, если наоткрыл. Теперь, говорит, стоит как экспонат. Говорит, за последние 10 лет рынок кинотеатров с технической точки зрения изменился радикально. То есть в 2006 году никто не мог подумать, что недавно закупленный пленочный проектор уже через 3-4 года можно будет спокойно задавать в металлолом. Реально, что произошло? Объясняю. Значит, это будет дальше, но я просто скажу. В какой-то момент, а конкретно у них в Астрахани, это и вообще в России, как я понимаю, это началось с великолепного фильма «Аватар», который показывался на цифровых 3D, для показа 3D, на цифровых проекторах. Началось это тогда. Почему, какие минусы, можно сказать, у пленочных киноаппаратов? Это, во-первых, изготовление, в принципе, и отправка фильм-копий в кинотеатр, затратные для прокатных компаний для самих. Потом, сами по себе, бобины вот эти нужно склеивать киномеханикам, туда-сюда вклеивать 25-й кадр, как в бойцовском клубе, письку вклеивать. Значит, и так далее, и так далее. Ты имеешь в виду, а в цифровых по Дэвиду Гетти флешку отправил просто и все. Да, там, а там сейчас я тебе скажу, что там. Дальше, кроме этого, утилизация пленки, как мы знаем, пленка, это супер возгораемая хреновина. Она делается из вот этой вот пыльцы там, из чего там? Из пыльцы, да, ага. Ну, короче, вы поняли, пленка горит до свидос, поэтому ее утилизировать надо правильно. Кроме этого, изготовление рекламы, это ж надо, чтобы тебе тоже такую часть пленки нарезали, ты ее вклеил. Я уже представляю, как ее правильно утилизировали, просто на заднем дворе сжигали, орали, ржали вместе с тополиным пухом, поджигали и жигали. И жарой и июлем, да, вместе с ними. Вот. И поменять расписание было трудоемким дерьмом. Почему? Потому что тебе надо было бобину перетащить из другого зала в другой. Понимаешь, 50-килограммовую бобину потащил, у тебя хоп, сменилось, ты потащил. Значит, ну вот, наступил аватар, наступила эра 3D, наступила, короче, цифровые проекторы. Здесь написано еще, что у нас в России вообще как бы всем похрену, в принципе, на это. То есть тебе сказали просто, кинопроказчики сказали, все, только цифровые копии. И кинотеатры должны взять и закупить, значит, проекторы, и их не волнует, че, как, как и че. И если ты, короче, не смог закупить, ты не остался на плаву, все. Потому что на кинопленке перестало что-либо выходить. Че хочешь делать, закрывайся, если ты не купил цифровые хреновины. Значит, что еще? Здесь есть фотография первого цифрового проектора у них, которая стоит с 2009 года и, кстати, прекрасно работает. Значит, на чем сейчас, собственно, проектор, как вообще работает? Так же, как те самые проекторы, которые у нас в университетах, просто более мощные, более классные, более точные. Вот. Он что делает? Он воспроизводит хреновину в формате DCP Digital Cinema Package. В нем внутри, в нем внутри сервак стоит, по-моему. Не-не-не, сервак, он подсоединяется к серваку. Я не знаю, насколько это вообще в облаках находится у кинопрокатчиков, или это у каждого кинотеатра свой сервак для DCP, но тем не менее. Да, DCP IP. Короче, кроме этого, как регулируется это все прокатчиками? Прокатчик высылает тебе ключ, который, там, знаешь, модно доступен только неделю, только для этого кинозала, короче, абсолютно вот так вот все. Чтобы это можно порегулировать. Если бабло не заплатил, не купил у них, ключ тебе не выслали, соответственно. Ну, сразу хочется вспомнить, что цифровая телереволюция тоже случилась именно для того, чтобы можно было каждый канал отдельно продавать, отдельно ограничивать. Именно для этого сделали цифровое телевидение, а не для того, чтобы качество увеличить. Так-то и по-аналоговому. Качество вполне себе прям вот можно передать и HD. А вот для ограничить доступ, это уже в аналоговом варианте затруднительно, поэтому... Ну, только какие-то частоты. Ну, опять же, а как ты... Ну, короче, да, в общем, для того было сделано. Вот здесь, видимо, тоже. Да. Ну, еще раз скажу, что проектор обращается к серваку. На серваке три террика памяти. Там, короче, реально в 10p формате, видимо, она дохрена весит. Там одна... Один файл, наверное, дохренище весит, больше, чем Blu-ray, я уверен. Вот. Расписание также формируется на серваке, то есть вообще хай-тек. На серваке само расписание, все, кинопроектор сам знает, когда включить свет, когда выключить свет, когда погасить свет на 50%. То есть оказывается, когда вот это гасится свет после рекламы или в середине где-нибудь, в начале, да, то это, возможно, даже никто ничего это не делает, не нажимает кнопки, чувак там не сидит. А все само автоматически гасится и вообще прикольно. Хотя, наверное, это про свет в самом проекте, проекторе, а не в зале, хрен его знает. Слушай, вот, может быть, в каких-то кинотеатрах все это спарено, так сказать, и зависит одно от другого. Да, ну вот, расписание формируется, забивается в программу проектора. Ну, в общем, достаточно все автоматизировано уже. Вообще, абсолютно. Все классно уже. И даже чувак говорит, что я, говорит, раньше в кинотеатре работала по 6 киномехаников, теперь 2. Я могу с телефона зайти и посмотреть, сколько отработала лампа каждого проектора, что показывает он в данный момент и когда закончит показывать. То есть можно мониторить легко. К современным кинотеатрам легко можно подключить ноутбук, PS4, PlayStation 4 и любую другую приставку. Видимо, через HDMI, соответственно. Мы так делали, когда транслировали International, то есть Dota, с ноутбука посредством Twitch. Или сдавали в аренду зал для игры в PS4. Представляешь, что оно такое здоровое хреновое, а не в PS4? Нормально, чисто день рождения отметил. Вообще балдеж. В Морталик порубили. Ну, слушай, представляешь, какой пинг у проектора, даже у самого топового. Абсолютно согласен, это будет задержка. Будет задержка, причем сильная, скорее всего. То есть я думаю, прям даже ожидаемо. И будет вот это, ну что ты только под ножкой делаешь? Можно я хотя бы суперху одну использую, коронку? Короче, классно. Согласись, классно. Я, давай так, давай так. Так, скажу тебе, пока у нас в принципе два ночи, но тем не менее я хочу тебе сказать, что у нас, во-первых, в Челябинске есть кинотеатр имени Пушкина, в котором, по-моему, мне кажется, все еще пленочное. Хотя хрен его знает. Я думаю, там пара залов, в одном, может быть, пленочное, в одном цифровое, может быть, там реально их два. А ты уверен, что там два зала? Я вот не умею. Я знаю, что там один, я просто бред придумываю. Ну вот да. Может быть, они подкатывают разные проекторы к дырке. Слушай, вот если бы кто-то нас слышал, кто в курсе этой темы, стопудо, вот, кто прям вот реально инфа сотка, у которого есть, пусть напишут в комментариях обязательно. То есть, мне интересно, просто если там все еще вот это романтические бобины катают, то это как-то даже вот... Ты прям сейчас пойдешь? Shut up and take my money? Fuck my tiny. Не знаю, то есть, как бы хрен его знает, честно говоря. Это звучит романтически, звучит прикольно, но я согласен, что да, в цифре это все удобнее гораздо, поэтому что говорим. Особенно для кинокомпаний, это точно. Для них это точно. Ладно, идем дальше. Да, Фениксус Сомниус нам пишет, я могу, в принципе, его ник читать неправильно, вы сейчас поймете, почему. Он это пишет, причем не в темке, а он это как комментарий к 154-му подкасту пишет. Чуваки, каждый имеет право на мнение. Если вы не видите ничего плохого в женских жопах на обложках курса по реакт, ну и хорошо, ну и ладно, ваше право. Причем вот здесь вы и ваши пишут с большой буквы, хотя, опять же, вот у Лебедева, про которого 154-й подкаст, в Каводстве написано, что это за шквар. Что нету такого правила в русском языке, и это просто тупое говно. И когда так переводят, именно чтобы показать, что вы в единственном числе с английского, а не во множественном, то это все так же безграмотно. Ладно, продолжим. Но мы не будем, не будем об этом. Не будем, не будем, конечно. Но троллить чувака за его позицию, сколько как дисклеймер с позиции, это я согласен, тем более за внешний вид, это за шквар. Не обессудьте, придется дропнуть ваш подкаст. Человек потрудился зарегистрироваться на сайте. Между прочим, ему Октавиан отвечает, троллить чуваков за их позицию, а тем более за внешний вид превью к их видео, это за шквар. Не обессудь, пришлось макнуть тебя в твою же слабую и однобокую логику. Чтоб ты знал этому комментарию 40 минут, потому что я сейчас обновил, он у меня так тогда появился. У меня его не было еще, когда я открывал темки перед записью. Ну, короче, его тоже тут немножко, это самое, короче, честно говоря, насрать. Здесь хочется вспомнить мем по поводу, как жаба снашалась с гадюкой. И вот это точно так же бессмысленно это обсуждать, но мне просто хотелось сказать, что есть человек, вот этот Фениксус Сомниус, у которого, у него еще есть аватарка. То есть, либо у него та почта, которую он ввел, есть аккаунт в, как там это, Граватар называется, да? Либо он действительно зарегистрировался у нас здесь, там что-то выбрал аватарку, но все равно пришлось ему дропнуть наш подкаст. Соря, Фениксус Сомниус, возможно, и к лучшему. Согласен, абсолютно. Потому что если бы мы видели твой внешний вид сейчас, его бы мы тоже обсудили, и это было бы не меньше зашквар для тебя и вообще. Вдруг реально, ну, еще поранится, пацан. Серьезно. Вот, да. Последняя тема у нас на сегодня, нам ее никто не предложил. Прекратите про деньги почасово прямо сейчас. Звучит вот так, на веб-дизайнер Депо. Ну, и я, во-первых, последняя тема, во-вторых, здесь реально растеклись очень сильно мыслью, мысью по древу. И здесь, в общем, нам говорит автор о том, что когда вы почасовую оплату вводите, вы себя сами же загоняете в плен. То есть условно, вы сказали чуваку, примерно будет 4,5 тысячи долларов за твой проект, потому что у меня рейд 45 долларов в час, и 100 часов мне понадобится. А потом ты начал делать, у тебя сложная ситуация возникла, ты говоришь, блин, чувак, надо бы еще часов 50 потратить, и это будет тебе стоить, стало быть, еще 2,250. Он говорит, ни хрена себе прикол. Он говорит, не, мы так не договаривались, ты черт, я тебя никого не порекомендую, и вообще ты кусок говна. Ну да, эта ситуация очень такая плохая, я скажу, если у тебя такое происходит. Вот да, а если ты оцениваешь, так сказать, второй плохой кейс, ты с чуваком работаешь вот уже год, у тебя рейд 45 долларов в час, но ты такой думаешь, блин, хочется больше зарабатывать, я считаю, у меня достаточно уже скиллов и так далее. И ты просто очень сложно прийти к чуваку и сказать, слушай, чувак, теперь у меня не 45 и 60 баксов, а тебе любой заказчик скажет, что с хренов, ты же ту же самую работу выполняешь. То есть, ну если ты с ним остался, так сказать, поддерживать его проект и так далее, и ты никак не сможешь ему ничего промычать, просто сказать, ну да, слушай, я охренел, просто потому что могу. Он тебе скажет, ну я найду тогда другого, иди нахрен. Вот, а здесь у нас автор побуждает оценивать сразу по проектную стоимость, говорить, и оценивать выгоду конкретного человека, то есть подстраиваться под бизнес. Если, по вашему мнению, вы сделаете, там, двукратное увеличение продаж с помощью вашего сайта, да, или маркетологического какого-то инструмента, там, приложения, или неважно чего, там, группы ВКонтакте, за которые вы хотите взять денег, вы просто возьмите и 5% этих продаж заберите себе и скажете, я тебе принесу, условно говоря, по прикидкам 100 тысяч долларов, 10 тысяч из них мои. Все. То, что ты будешь с этим, там, трахаться не неделю, а месяц, да, там, потому что неправильно рассчитал, то уже твои проблемы. По факту ты уже в накладе не останешься, потому что, ну, ты человеку очень четко сказал, что у тебя будут вот такие-то эти, ну, ты, понятное дело, ты оговорил, что это приближенно, но, тем не менее, там, зачастую, как бы, какое-то новое хорошее решение действительно привлекает новых клиентов, покупателей и так далее. Кроме этого, ты можешь всегда сказать, что вот следующий проект он вам больше принесет, поэтому следующий проект стоит дороже, хотя по факту ты, ну, потратишь столько же времени, столько же сил, это будет подобный же типовой проект, но ты, поскольку ты продаешь ценность, ценность от проекта к проекту может варьироваться, и это ни у кого не вызовет вопросов, в отличие от того, что, а с хренов ли теперь дороже, да, если ты ту же самую работу делаешь, там, столько-то часов. Точно так же бывают работы, которые ты можешь выполнить за час, но это не значит, что она будет стоить себе 45 долларов, ты ее выполняешь за час, потому что ты просто уже классный, ты уже про, и ты можешь все так же чарджнуть тысячу долларов, сделать это за час и принести через неделю, как бы никто тебе не мешает это сделать, в отличие от того, когда тебя реально контролируют суперпрограммами, в которых там делается скриншот, как ты работал и так далее, поэтому я, в принципе, все плюсы и минусы уже описал, я даже уже примеры привел, потому что у меня эта тема, она достаточно мне близка, я тоже когда-то думал и просто обсуждал, по-моему, даже и с вами о том, что, ну, давно, может быть, два года назад, может быть, три, о том, что брать деньги по часовой, это как-то странно, это девальвирует саму профессию в принципе, потому что, когда ты себя приравниваешь к какой-то обезьяне, который делает вот монотонный какой-то труд и так далее, и который, в принципе, ценится именно не результат, а количество усилий, потому что тот факт, что тебе, у тебя нету стимула за меньшее количество времени справиться, потому что ты, ну, ты сидишь от звонка до звонка, что называется, поэтому, ну, короче, это все очевидно, я не знаю, что еще здесь сказать, я полностью поддерживаю, хотя кто-то скажет, что это суперпрогрессивно брать по часовую оплату, сидеть ни хрена не делать там, или что-то еще, это, опять же, зависит от того, насколько это либо фрилансово, либо это ты просто на работе и тебе платят за смену, то есть, ну, как бы, вот, по факту, там, многие вещи, которые мы на обычных наших работах, одно все равно это считается почасовая оплата, у тебя этого как бы нигде не прописано, но по факту в табель все равно сдается, там, ну, вот у меня на работе сколько смен было, сколько это часов, и от этого высчитывается стоимость напрямую, хотя, казалось бы, вот с хренов, да, почему я должен еще зависеть от того, сколько пациентов пришло в поликлинику, почему моя зарплата от этого зависит, компьютеры-то работают независимо ни от чего, программы-то тоже работают, ну, как бы это так, это уже детали коллективного договора нашего, и я все равно, когда выбивал себе прибавку к зарплате, просто ходил, приходил, мне надо столько-то, а как они там, какой же это статьей доходов, расходов запишут, какие там надбавки, не надбавки, они мне это пропишут, какой коэффициент, мне насрать, мне надо было, чтобы у меня вот чистые на руки было там столько-то, поэтому это, конечно, всегда можно, так сказать, договориться, но опять же, когда ты так приходишь, ты же говоришь, я вам приношу вот такую-то ценность, без меня вы не можете, поэтому мне надо вот столько-то денег, то есть это всегда абсолютно неприкрыто происходит, но это надо делать, если ты реально приносишь какую-то ценность, точно так же и вот здесь, в примерах, которые привели на веб-дизайнер Depot. Ну все, что? Надо закругляться Блин, круто, круто Закругляемся, собственно, пол третьего ночи Практически Давай посмотрим на обойку, я сейчас ее открою Я сейчас ее открою, она у меня будет опять Час открываться Окей, открылась, смотри, смотри Вижу подкаст, вижу подкаст Знаешь, где он? Это вот там, видишь, на крыше дома Которую мы видим Вот там такой уголочек Вот этот подкаст Вот этот подкаст, и именно где оторвалось И через него, понимаешь, вылетают мыши Летучие, это новости наши Ночью И летают вот тут по округе, и даже срут на некоторых людей Ух ты Ультразвуком еще иногда орут на них Орут ультразвуком Вот, я думаю, что это он Хорошо, а весь остальной дом, это что? Весь остальной дом, это остальные подкасты В iTunes А вот наш может через дырочку пролететь Ну, слушай, это полезный навык В современной Америке Ты можешь через дырочку что-то сделать Это прям вот Это да Согласен Ну, слушай, да Я буду с тобой соглашаться Почему бы и нет Такой Я просто Это заплатка, или, как сказать Этот дефект крыши Он действительно бросается в глаза А наш подкаст, он точно так же выгодно выделяется На фоне всего остального Того, что происходит Так сказать, вот этой массой серой подкастов Это контент обездушный В отличие от нашего Поэтому, да Это правильное было решение Я вас всех призываю еще раз Подписываться на нас везде В соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе Главное в Телеграме То есть, Телеграм, это вот зеркало нашей души Все остальное, это уже так Поддерживайте нас на Патреоне Patreon.com.uebdesign На uvdesign.ru Donate Более традиционные способы WebMoney Яндекс.Деньги PayPal Bitcoin Кошелек И ижи с ними И так же можете на Все А, да На SmartApe покупать хостинг uvdesign.ru SmartApe Это тоже нас поддержит С вами был Александр Гончаров И Никита Тарас Увидимся еще через неделю Будьте зайками Ставьте на ютубе Пальц вверх Забыл просто это сказать Это важно Комментарии пишите нам Подписывайтесь Колокольчик Прожимайте В iTunes Ставьте звездочки Пишите отзывы Увидимся в следующий раз Пока Пока